Как и другие мемуарные произведения Валентина Катаева, «Трава забвения» написана в бессюжетной, свободно-ассоциативной манере, которую сам автор определил как мовизм. В повести нет ни разбиения по главам, ни выделения каких-либо частей. Абзацы нередко начинаются и оканчиваются отточиями. По словам Ираклия Андронникова, искусство Катаева — это искусство нового воспоминания, когда писатель не воспроизводит события, как запомнил его тогда, а как бы заново видит, заново лепит его. Катаев выбрал и расставил предметы, чуть сдвинул соотношение, кинул на события животрепещущий свет поэзии. Сначала сушь и дичь запущенного парка, потом дорога вниз и каменная арка, совсем Италия, кривой маслин и ствол, висящий в пустоте, сияющий и яркой, и море, ровное, как стол. Я знал, я чувствовал, что поздно или рано вернусь на родину и сяду у плотана на каменной скамье, непризнанный поэт, вдыхая аромат цветущего бурьяна, да слез знакомый с детских лет. Ну, вот и жизнь прошла. Не весело, конечно, но в вечность я смотрю спокойно и беспечно. Замкнулся синий круг, все повторилось вновь. Все это было встарь, все это будет вечно. Мое бессмертие — любовь. Любовь Валентин Катаев, 1944 Валентин Катаев, 1944 Валентин Катаев, 1944 Гражданин получал на работе паёк. Часть его менял на предметы, годные в свою очередь для обмена с деревней Совершает обмен на продукты сельского хозяйства Которые частью потреблял для поддержания своей жизни Часть менял на другие предметы первой необходимости Превращенные в свою очередь все на том же рынке в другие, не менее необходимые предметы Пользуясь законом спроса и предложения, колебаниями цены и прочими тонкостями политической экономики Эпохи военного коммунизма и так далее до тех пор, пока товар окончательно не уничтожался А человек, затянув потужий пояс, терпеливо ожидал выдачи нового месячного пайка Или же нес на рынок что-нибудь из предметов домашнего обихода В деревне же этот самый товарообмен шел куда веселее, чем в городе Где человека обдирали, как липку, всяческие посредники, спекулянты и барышники И давал, выражается научно, гораздо более высокий процент прибыли на основной капитал Одним словом, если, как выразился Маяковский, мы диалектику учили не по Гегелю То и экономик мы усваивали далеко не по Марксу Не следует, однако, думать, что командировки в деревне представляли одно сплошное наслаждение Отнюдь нет, они были очень опасны Уезды кишели недобитыми остатками деникинцев, врангелевцев, петлюровцев, махновцев Бандами различных батик, заболотного, зеленого ангела, даже какой-то Маруськи Никифоровой Которые хозяинчили по глухим дорогам Нападали на удаленные сельсоветы, забирали подводы, лошадей Убивали продормеицев, сельских коммунистов, различных инструкторов ГУП Ревкома, а потом и ГУП Исполкома Посылавшиеся из центра для организации расширения по земной площади Что было решительно необходимо Так как отовсюду поступали сведения о зловещих признаках Надвигающегося неурожайного голодного года Банды срывали работы по восстановлению народного хозяйства, сели смуту Их было трудно искоренить Действуя вдоль границы, они в случае необходимости Легко переправлялись через Днестр и укрывались в Королевской Румынии Командировку в деревню можно было без преувеличения Приравнять к отправке на фронт на самые передовые позиции В подобной обстановке и протекала деятельность молодого инструктора Ю Грозты Забиравшегося вербовать своих корреспондентов в такие глухие углы Что если бы там укокошила какая-нибудь банда То вряд ли об этом кто-нибудь узнал А ведь никакого оружия, кроме карандаша, ему не полагалось И в критическом случае он мог рассчитывать на свое красноречие, резвый с ног, либо на чудо Командировка приближалась к концу Оставалось объехать две-три волости и можно было возвращаться в центр Корреспонденты вербовались главным образом из деревенской интеллигенции Властных писарей и сельских учителей Таких же зеленых юнцов, как он сам Едва окончивших учительскую семинарию И уже успевших побывать на войне В звании вольноопределяющих со второго разряда А с теми прапорщиками, которых преследовала по пятам Оскорбительная поговорка Курица не птица, прапорщик не офицер На первый взгляд дело обстояло просто Поговорить по душам с хорошим человеком С верстником, может быть даже фронтовым товарищем В два счета его разагитировать Вручить служебное удостоверение С круглой советской печатью С серпом, молотым и колосьями Выдать печатную инструкцию И ехать себе помаленьку дальше Девая по сторонам И сочиняя в уме стихи Которые так приятно было потом записывать вечером На ночлеге под кудахтанья прялки При свете сальной плошки Каганца или даже лучины С которой отваливались лентообразные угольки И шипиогасли в подставленном корыте с водой Боже мой! Я еще помню лучину А ведь только что по телевизору С нашего искусственного спутника Передавали панораму Луны Однако не все учителя и писари Охотно соглашались стать советскими корреспондентами Кое-кого приходилось долго уговаривать Некоторые же довольно решительно Хотя и мягко отказывались Под разными благовидными предлогами Вроде того, что не слишком образованные Не решаются уступать в печати Боя сосрамиться И опасаются, как бы из этого Откровенно говоря Не вышло какой-нибудь неприятности А какой, понимай, как знаешь А час от подобных намеков Пчеткину делалось не по себе И хотелось бы скорее выбиться из этой глуши Где пропадешь не за полушку Сгинешь без следа И никто не узнает, что ты погиб Как герой за молодую советскую власть В отличие от прошлых разов Когда он ехал на подводе один Теперь заведующий транспортным отделом Уездного исполкома в целях экономии тягловых средств Присоединил Пчелкина К некоему товарищу Отправлявшемуся по командировке Из центра на рессорной бричке В глубинные волости уезда С целью там агитировать За расширение посевной площади И борьбы с кулацким влиянием На середников и незаможников Что значит по-украински бедняков Кажется, его послал на село Все тот же Неугомонный Сергей Ингулов Товарищ сидел в кабинете Председателя у исполкома Стол, покрытый плюшево-малиновой скатертью Графин с пожелтевшей водой Полоскательницей и лопнувший стакан Воткнувшись в развернутые листы Московского иллюстрированного журнала Безбожник Под редакцией бывшего нашего же Одесского большевика Емельяна Ярославского Так что его лицо скрывало За небывалой графикой художника Со странным, зловещим, даже несколько псевдонимом Моор Это были карикатуры Изображавшие самого бога Саваофа В одевильном старомодном пенсне Но с круглым сиянием Над лысой головой Затем и раввина в пейсах С черно-полосатым талисом на плечах Рядом с ним мулу в челме Похоже на головку чеснока Иргас нашего православного батюшку С пьяными глазками И земляничкой носа И стихи первого пролетарского поэта Демьяна Бедного Кощунства, к которому тогда еще не все привыкли Казавшиеся настолько чудовищным Что не было бы ничего удивительного Если бы вдруг разверзлись небеса И оттуда из черной тучи Упала зигзагообразная Ослепит на белой молнии В один миг испепелив Безбожный журнал Вместе с редактором, корректуристами Стихотворцем И всеми годовыми подписчиками Почувствовав на себе посторонний взгляд Товарищ опустил журнал И вдруг оказалось Он священник С узкой бородкой Длинным носом Слегка побитым оспой И дерзкими петушинами глазами Под воскомерно вздернутыми Изломанными бровями пророка Стальное пенсное С черным шнурком Заложенным за ухо Под длинные патлы Сидело на носу Прижимая его своими пробочками Значит, на ниже, чем полагается Это придавало его лицу Нечто вызывающее Ну, тыс, молодой человек Произнес он в нос Так отстал быть Вас подсудили мне в компаньоны Хотя я, видите ли, и предпочитаю Путешествовать без попутчиков Так сказать, соло Но поскольку наша молодая советская власть Не имеет достаточных средств Чтобы предоставить каждому своему гражданину Отдельную подводу То я не возражаю Что вы воспользовались местом В моем драндулете Однако предупреждаю Не переношу, чтобы меня стесняли Если будете вертеться на сиденье И напирать на меня сбоку А в особенности Донимать меня дорожной болтовней То я немедленно попрошу вас Покинуть драндулет И продолжать свой путь По образу пешего хождения Оказалось, это тот самый красный поп О котором Пчелкин уже слышал И который теперь добровольно Отправлялся в глубинные волости Агитировать за увеличение птичных площадей Но кроме того У него была еще и другая цель Неизвестная центру Он был проповедником Идей новой Революционно-христианской церкви Недавно созданной им Самим в своем ображении И решил воспользоваться своей командировкой Для того, чтобы совершить Некий религиозный переворот Свергнуть всю российскую церковную иерархию Сверху донизу От могучих князей церкви До местных деревенских батюшек Погрязших, по его мнению Во всяческих мирских скверных И водрузить на разваленных Неиспровергнутой им старой церкви Знамя нового Чисто мистического христианства Основанного им Ехать с ним на одной бричке Было истинной мукой Он оказался Человеком мнительным Капризным Крайне самонадеянным Суязвленным самолюбием Необходимо высокого мнения О своей личности Которые при старом режиме Не сумели оценить Официальные властители Русской православной церкви Все эти консисторские крысы Вечно его затиравшие Строившие всяческие козни Не желая рук положить его Пса на архиерея Сам же он считал себя избранником бога Воинствующим апостолом С огненным мечом в руке Багровой краснотой Своей длинной шершавой шеей Он напоминал индюка Всю дорогу Как только тронулись Он не переставая Говорил и спорил Придираясь к каждому слову И даже междометью Своего спутника Выведав окольными путями Что молодой человек поэт Он стал ядовито высмеивать Новую поэзию и живопись Называя картины импрессионистов И барбизонцев Яичницей с луком А врубеле и чурлёниса Перед которыми молодой человек Преклонялся Художниками от слова Хода Причем всем своим длинным Костлявым телом Напирал на попутчика Который чудом удерживался Краю сиденья Испытывая боль от железных пилицев Впивших своего запах Когда же священник Стал поносить Маяковского Говоря, что ему медведь Наступил на ухо То ли дело поэта Пухтин Молодой человек не выдержал И закричал на всю степь Что сам он ни уха ни рыло Несмыслит в искусстве А является самым отъявленным Консерватором И контрреволюционером Что подобным типом Мне место В новом коммунистическом сегодня Что он больше не желает Находиться в его обществе С этими словами Пчелкин выскочил из брички И некоторое время С яростной независимостью Шел по дороге Изо всех сил Стуча своими военными башмаками С отваливающейся подошвой Почему на твердом колеям И грудкам замерзшей дороги Среди таких же замерзших полей Несмотря на конец зимы Совершенно лишенных снежного покрова Кое-где зеленеющих чаклами Озимами, страшными своей зловещей Обнаженностью и чернотой Сулящих неурожайный год Может быть даже прямой голод Он сразу разбил себе ноги в кровь И принужден был сесть обратно Сделав вид, что ничего не произошло Так повторялось несколько раз В особенности же бурная сцена Разыгралась, когда священник Назвал Бунина жалким дикодентиком Потому что у него в одном стихотворении Говорит, что, дескать, заплакали и чебисы А затем на пашнях лиловая грязь Дикодентская чепухенция Как могут птицы плакать И что из-за этого лиловая грязь Где-то вы видели лиловую грязь Надуманно, вычурно, модернистас Ведь он классик, классик Кричал Пчелкин, чуть не плачь И я не позволю так говорить об академике Так сказать, я сам его ученик Оно и видно, что ученик Лиловая грязь, ха-ха-ха Когда к вечеру, наконец, добрались до ночлега Пчелкин наотрез отказался Продолжать дальнейший путь Вместе с ним И устроился на ночь отдельно По селу сразу пролетел слух Что из центра приехал весьма грозный красный поп И будет завтра, в воскресенье Служить в местной церкви Обеднюю произнесет проповедь Почему-то это очень встревожило селян Придя утром в церковь посмотреть, что там делается Пчелкин увидел своего попутчика на обвоне В пасхальной глазетовой ризе Веткой, все же весьма нарядной Своей мерцающей березной С крестом в костлявой руке Простерки над праздничными платками Испуганных старух, стоявших в первом ряду Местный батюшка, добрый старичок Стоял рядом, не зная, куда девать Детские коротенькие ручки И сконфуженно потупе смотрел То вниз на свои ноги В разношенных мужицких сапогах Со следами засохшего навоза То вверх на всевидящее око В лучистом треугольнике Грубо написанное в куполе Доморощенным живописцем На фоне поленявшей синьки звездного неба Посреди которого на куче облаков И сам отчасти напоминая кучевое облако Восседал кудлатый старик Саваоф Сердито прислушиваясь к тому Что говорил внизу приезжий протоиерей А он сначала говорил о расширении Посевных площадей Все больше и больше раскалялся И вдруг, неожиданно взглянув на местного батюшку Как петух на зерно Без малейшей паузы сел на своего любимого конька И понес, не стесняясь в выражениях Разоблачать ненавистному князей Так называемой святой Так называемой православной Так называемой равноапостольской церкви Разве это апостолы? Кричал он все больше и больше, распаляясь У апостолов Христов были чаши деревянные Зато головы золотые А у этих, извинить за выражение апостолов Самозванцев, чаши золотые Да головы деревянные И он выразительно постучал костяшками пальцев По перилам амвона А потом показал наперстным крестом На съежившегося местного батюшку Чревоугодник, пьяница, прелюбодей При последнем слове попадя В черном шелковом платье Стоявшая посредине Перед сам амвоном На почетном месте Сначала побледнела А потом пошла красными пятнами Заметалась Но баба ее успокоили А мужики в праздничных Белых, очень длинных бараньих кожухах С черными воротниками И еще в армейских походных шинелях С пожелтевшими, обдрипанными полами Хохлы и молдаване Недавно, воротившиеся домой После разгрома барона Врангеля И войны с польскими панами Стояли молча Угрюмо освесив усы И пчелкину показалось Что в воздухе вдруг пролетело Дуновение, не дуновение Тень, не тень А нечто до того страшное Что у него невольно ослабели ноги И он, ежа с подочужденными взглядами Выбрался на паперть И побрял себе на квартиру На рассвете его разбудил Негромкий, но настойчивый стук в окошечко Это был молодой учитель Вчера, завербованный в волкоры Коллега, проговорил он шептом Шо я вам кажу? Не тратьте времени А лучше езжайте отсюда, пока не поздно Я вам достал у добрых людей под воду Она вас довезет до соседней волости Отсюда, текайте, текайте и текайте В голосе своего коллеги Пчелкин уловил нечто Такое, что с ног до головы прохватил его ознобом Тем самым дуновением смерти, который так явственно он ощутил днем церкви В те времена люди научились понимать друг друга не только с полуслова, но даже с полувзгляда, полувздоха, с полумолчания Пчелкин схватил под мышку сумку с бумагами И через минуту, подпрыгивая на голых досках под воды Куда не успели в попыхах постелить солому Уж катеют по твердому шляху, идущему под изволок Стал разведняться Потом совсем разведнелось День был холодный, сухой, хмурый Вокруг простиралась черная и смершаяся земля С копными старой соломы И ветряными мельницами Махавшими своими крыльями на горизонте Как будто куда-то бежали Успокоившись и осмотревшись Пчелкин по своей привычке Начал складывать в месть стихотворения На тему окружающей его природы На этот раз он олицетворял ее И распустив стремительную косу В рубашке из сурового холста Бежит весна в полях Необозримых Ядовитой зеленью озимых За ней горит степная чернота Бегущая босиком весна Была все тем же вариантом Хорошенькой Таракутски Уездная муза И не вполне отвечала душевной тревоге Которая вся никак не могла рассеяться Хотя зловещая колокольня Деревянской церкви Уж давно скрылась за Ксагором Он вспомнил, как в деревянских окошках Как теплились огоньки свечей И как истово молились в церкви старухи Просев у Бога снега на поля Это более соответствовало его душевному стоянию Когда в селе перед весною Просили снега на хлеба Цвела молебственной свечою Недаром каждая изба О том, чтоб минула засуха В надежде темный лоб крестя Молилась каждая старуха Крестилась каждое дитя Уже стихи запели, как скрипка Но вдруг на дороге, как из-под земли Вырос конный отряд И преградил путь Сначала Пчелкину показалось Что это эскадрон красной кавалерии Он даже успел порадоваться Как хорошо стали у нас обмундировать красноармейцев А один у одного С новенькими звездочками на флажках Но в тот же миг над ним заржала Вздернутая на трензелях лошадиная голова Роняя травянистую зеленую пену И красавец-командир в белом башлыке С позументом за спиной Наклонился к Пчелкину с седла Ты кто таков, мать-перематью полномоченной? Я журналист А ну, канцелярская крыса Эй, с подводы Журналист, это совсем не то, что вы думаете С насильственной улыбкой Прошептал Пчелкин А ты от кеда знаешь, что я думаю Я пишу в газете В газете А на хлопке дайте ему под зад Смотри на его Распоряжается у нас Населяя все равно как у себя в хате Чего-чего, давай ему под воду Товарищ, это недоразумение Я имею право У меня мандат ревком Смотрите, нашелся живой товарищ Ах ты, краснозадая гнида Отведите его в кукурузу Я под водой нехай заворачивает обратно Все это произошло в одно мгновение И теперь вдруг, очутившись Среди несрезанных стеблей Прошлогодней кукурузы Которые тесно стояли Вотруг него шелестя жесткими Мечевидными листьями И сузив горизонт до двух шагов окружности Пчелкин понял Что попал в руки банды Переодетые в красноармейскую форму Что его везут расстреливать Грубо подталкивая в спину Прикладами драгунок Резко пахнувших керосином И оружейным маслом Ужас охватил его душу Помрачил рассудок Его тело ослабело Внутренние органы Перестали повиноваться Приказам нервных центров Морализованных внезапной спазмой И он вдруг стал Постыдно и неудержимо испражняться В то время как Атаман банды Подбоченец в седле С бархатным Камбриговским чепраком Вынимал из поданной ему сумки Бумаги Пчелкина И равнодушно читал их Одно с другой по складам Пока вдруг не наткнулся На печатную инструкцию Она его заинтересовала Так как в ней содержался Пункт первый О борьбе со всеми злоупотреблениями Местных советских властей И нарушениями законности Как ни странно Но именно это И спасло Пчелкина Почекайте, хлопцы Сказал Атаман Сначала посмотрите, чего он не жит Если нет То отпустите ко всем чертям И нехай он больше не сойдется Куда не треба И не падает с нам на глаза Весьма быстро и грубо удостоверили Что Пчелкин не иудей Хлопцы сунули ему в руки сумку с бумагами Дали коленом под зад И крикнув Бежий студент Для страстки пустили ему вдогонку Две или три пули Нежно просвистевших над головой И унесшихся в крутой траектории В зловещено хмуренное Мартовское утреннее небо Любая из этих остроконечных Конических пуль Могла ошибиться И ударить в его голову Разнести ее в дребезги И навсегда уничтожить Тот божественный мир любви Красоты и поэзии Который был тем Что называлось Единственной, неповторимой Драгоценной человеческой жизнью Пчелкина Со всеми стихами Своими и чужими Уже родившимися Еще не рожденными И так что им понятыми Как, например, Волшебные сумасшедшие Строки Велимира Хлебникова И Николая Бурлюка И вот плывет между созвездий Волнуясь черными ужами Лицо отмщений и возмездий Глава отрублена ножами О призрак прелести во тьме Царица равная чуме Нет ведро на коромысле Не коснулось о плеча Кудри длинные повисли Точно звуки скрипача Только подобные безумные строки Могли возникнуть в мозгу В ней к насильственной смерти Мы воду пьем Кто из стакана А кто, прильнув к струе устами Среди весеннего тумана И где полночными брегами Не видно звезд Но сумрак светил Упав серебряные стены В полях наездницы Не встретил, лишь находил Обрывки и пены Но сквозь туман вдруг слышу Шепот и вижу, как колебля иву Струя и сны забывший ропот Несет разметанную грибу Только на волосок От уничтожения навсегда Среди черных замерзших полей Своей дикой родины Могли пронестись в памяти Пчелкина Божественные звуки С легким вздохом Тихим шагом Через сумрак смутных дней По равниным оврагам Древней родины моей По ее лесным цветам По невспаханным полям По шуршащим очеретам По ручьям и по болотам Каждый вечер ходит кто-то Утомленный и больной В голубых глазах дремота Греет вещи теплотой И в плащеночей широком Плещет, плещет на реке Оставляя ненароком След копыта на песке Я описываю природу Звезды Лес Мороз Море Горы Ветер Разных людей Это все мои краски Но разве литература Поэзия Созданная гением человека Не является частью природы Почему же я не могу Оспользоваться ее Ее светящимися красками Тем более, что звезды Мне еще нужно воплотить В слово Обработать А стихи гениальных Сумасшедших поэтов Уже воплощены Готовы Бери их Как часть вечной природы И вставляй в свою Свободную прозу Со всеми его страстями Догадками Постоянной Жаждой любви И нетерпевым Ожиданием Возвращения в город И свидания с девушкой Молодой гражданкой Той самой Которая обещала ему Блаженство Азраил Посланный По ее душу Прошумел Своими черными Бумажно-пепельными Крыльями Заметался Зигзагами Поднимаясь То вверх Топадая вниз Как громадная Гудящая оса Но промахнулся Как я боялся Как бежал Но Эрми Сам Внезапной тучей Меня покрыл И вдаль умчал И спас От смерти Неминучим Пчелкин Бежал Как заяц От охотников Спотыкаясь И падая Ломая палки Крузных стеблей Лупившего По голове Бежал Прижимая Груди Сумку На бегу Приводя в порядок Свою одежду И драпал До тех пор Пока вдалеке Не стих Пересток подков Удалявшегося На листях Бандитского отряда След копыта На песке И в мире Настала Тишина Он был Жив Но его Убитая Душа Лежала В поломанной Кукурузе На чугунной Земле В ожидании Воскрешения Подобно Другая Его душа Почерневшая От смерти Уж Давно Лежала На батарее Под сморгонью Еще одна Душа Мучительно Расставалась С телом На койке Сепнотифозного Госпитля Под звуки Буддийских Барабанов Под священными Ломаистскими Письменами Похожими на таблицу Элементов Менделеева И все Они Обязательно Воскреснут Потому что Они бессмертны Оставив Свою Распростертую Душу Валяться Среди Сухой Кукурузы В ожидании Воскрешения И ощущая В своем Слабом Теле Рождение Новой Души Пчелкин Шагал Среди Черно-зеленых Полей Обходя Страной Деревни И хутора Стремясь Скорее Добраться До уездного Города Никому Больше Не попадаясь На глаза Двое Суток Он пробирался К Балтии Старательно Обходя Населенные Пункты Ночуя В скирдах Соломы Белых От снега В одиноких Плетеных Клунях На кченах Кукурузы С каменными Янтарно-желтыми Зернами Питаясь Кормовой Свеклой Случайно Оставшейся В земле После уборки Умывался Ночью На дворе Твердь Сияла Грубыми Звездами Звездный Луч Как соль На топоре Стынет Бочка С полными Краями Тает в бочке Словно соль Звезда И вода Студеная Чернее Чище Смерть Соленее Беда И земля Правдивее Страшнее Повторяйте Стихи Мандельштама Он брел Один Под низким Огромным Небом Под синие Пороховыми Тучами Которые Сгущались Над его Головой Становясь Тяжелыми Как глыбы Антрацита Каждый Мик Готовый Обвалиться На Пчелкина И все Это Как ни странно Казалось ему Прекрасным Величественным Как произведение Небывалого Революционного Искусства Полное Божественного Смысла И Нечеловеческой Красоты Бедняга От страха Совсем Сбрендил Думал Лютым Холодом Посыпался Снег Началась Завируха Смешавшая Небо С землей Он Остановился Ему Представилось Что-то На хмуре Грозные Брови Ужасным Ликом Посинев Сам Бог Своов Снезошел К мольбам Людей И Отдал Бурям На землю Сеет Белый Сев А я В метели Я В тревоге Один Перед Тобою Бог Бесславно Гибну На дороге Среди Занесенных Дорог Здесь Бог Являлся Всего лишь Вариантом Пушкинского Петра Лик Его Ужасен Движение Быстрое Он Прекрасен Он Весь Как Божия Гроза Пчелки Набогатил Ужасный Лик Чугунной Синевой Бурей Вьюг Но Бесславная Гибель Среди Занесенных Дорог Особенно Белый Сев Снег Звучали Довольно Самостоятельно Впоследствии Много лет Тому Вперед Я пришел К убеждению Что В России Всегда Был Есть И будет Всего Один Единственный Бессмертный Поэт Национальный Гений В разное Время Носящий Разные Имена И в наше Время Тоже Их было На моей Памяти Несколько Даже Будучи На грани Уничтожения Мысль Пчелкина Ни на один Миг Не могла Избавиться От образа Молодой Женщины Гражданки Ранившей Его душу И неподвижно Преследуя Его Не давая Отдыха Ни днем Ни ночью Как Неустранимая Идея Утомляя Его мозг Своей близостью Подлинностью Почти Осязаемостью Достоверностью Прелестных Подробностей Которые тем не менее Не могли удовлетворить Его жаждой Обладания Потому что Он же любил ее Со всей страстью А она конечно Об этом даже И не догадывалась И скорее всего Давно уже забыла его Так как они видели Всего лишь Несколько раз Мимолетно В суете Зала Депеш И коллектива Поэтов И за все время Сказали друг другу Лишь Несколько десятков Ничего не значащих слов И все-таки Он ее любил С каждым днем Все сильнее Все отчаяннее А может быть Это ему только казалось Но она стояла Перед ним И днем И ночью И в миг смерти Неустранимая Страстно желанная В своей белой Меховой шапке Малахай С очень длинными Наушниками Которые езжали На ее груди Как две косы По поясам Когда она Однажды Сняла Эту Сибирскую Шапку То под ней Оказалась Как бы другая Черная Курчавая Шапочка Волос Которые Были в черных Солдатских Обмотках И почти детских Башмаках На пуговицах Смуглое Землисто-матовое Прелестное Красоты Лицо С несколько Мрачными Во всяком случае Какими-то Незговорчивыми Глазами Синий Пороховинкой Маленькой Родинки На нежной Щечке И с муглым Пушком Над бледными Девичьими Губами Чувственными Вместе Обманчиво Невинным Он все время Видел перед собой Эти плавающие Губы Они как бы Все время Приближались К его губам И длились 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 Во сне На нему Как бесконечный Поцелуй Не дающий Удовлетворения Он увидел Ее такой В первый раз Потом Ее Внешность Немного Изменилась Кажется Она успела Зимой Переболеть Брюшным Ревозвратным Тифом И когда Снова Появилась В зале Депеш Похудевшая И сняла Свою белую Шапку С длинными Наушниками То оказалось Что голова Острижена Под нуль Как у Прикодовишки И она Вынулась Из шапки Как орешек Из кролупы Небольшая Пропорциональная Голова С твердыми Ушками Одна из которых Было запачкано Школьными Чернилами И белой Почти Голубой Кожей Просвечивающей Сквозь неровные Дорожки Грубо Проложенные Машинкой Больничного Цирюльника Было Известно Что она работает Машинисткой В административно Хозяйственном Отделе Губчака Посещает Совпорт Школу При Губно Рообразе И готовится Поступать В Свердловский Университет В Москве По-видимому Для того Чтобы Расширить Свои знания Литературы Она усердно Посещала Коллектив Поэтов Из Зал Дипеш И Угрозты Где Каждый день Выступали Пропагандисты И писатели Она Приходила Одна И садилась Впереди С независимым Нескопризрительным Видом Как человек Принадлежащий К высшему Классу Внимательно Слушала Рассказы И стихи Но никаких Чувств Не выражала Гражданка Я замечаю Вас здесь Уже не первый раз Обратился К ней однажды Пчелкин Вы Кажется Поклонница Поэзии Или может быть Поэтов Я здесь Повышаю Своё Общее Развитие Ответила Она А оно Нуждается В повышении Конечно А мои Стихи Вам Нравятся Суровно Не без Кокетства Спросил Он Нравится Ответила Просто Польщен А я Сам Тоже Это признание Сразу же Разрушило Его представление О ней Как о местной Теруань Дамерикур Фурии Революции Сухой Партийки Презирающей Мелкобуржуазную Богему И не признающей Легкомысл В отношениях Любви Он В этот момент Сказал Сказал Он Подняв Для приветствия Руку Над головой Она В ответ Прощально Улыбнулась Он Чувствовал Себя Победителем Лишь Проснувший Среди Ночи В нетопленной Комнате Солмазно Заиндивешившими Обоями На железной Кровати Вдруг Понял Какого Дурака Он Свалял И уж Неотступно Преследовали Мысли О ней Надо было Не валять Дурака Оковать Железо Пока Горячо Мысленно Он же С ней Целовался Держа На ли Свою Легкую Руку И опережая События Складывал Стихи Когда В моей Руке Прелестно И легка Твоя рука Дрожит Как гриф Послушной Скрипки Есть В сомпутых Губах Настойчивость Смычка Поющего Пчелой Над розою Улыбки Роза Улыбки Конечно Была Похищена Из арсенала Его друга Юрия Олеши Пчелкин Видел Эту Бледную Розу И улыбки А маленькая Родинка Выросла До размера Плавающей Над ней Пчелой Дурак Вместо Чтобы Все это Представлять Он мог Наслаждаться Вполне Реально Осязаемо О да Блажен Поэт Продолжал Он сочинять В потемках Ледяной Комты С измразью На подушке Но мудрый Но не тот Который Высчитал Сердечные Биения И после Написал Что поцелуй Поет А тот Кто не нашел Для страсти Выражение Он Он не нашел Для страсти Словесного Выражения И готов Был Несмотря на Глубокую Ночь И осадное Положение Бежать К ней Но Он только Не знал Ее адреса И даже Не поинтересовался Как ее зовут Он больше Не мог Заснуть Он испытывал То чувство Которое Великий Русский Поэт Носивший Одно время В девятнадцатом Веке Пушкин Определился Пугающей Проницательностью Душа Тобой Уязвлена Именно Уязвлена Его душа Уже была Уязвлена Отравлена Она нарывала Он ни о чем Не мог думать Кроме как о ней Она неустанимо Стояла перед ним С мерцающим Лунным светом Своих узких Белков Завладев Всеми его Мыслями И желаниями Он не представлял Себе Как дотянет До следующей Встречи Но на другой День Ему было Приказано Безотлагательно Выехать В уезд Ему И в голову Не могло Прийти Отказаться Потому что Любое Служебное Поручение В то время Принималось Как выполнение Священного Революционного Долга Сама революция Распоряжалась Тогда Судьбами Людей Он стоял Среди метели Которая Кружилась Вокруг Него Лепя Мокрым Снегом В лицо Застилая И он И он Тотче Как слюда в странной церковной процессии, в которой участвовали красные знамена уездных учреждений, услышал церковные пения, непонятным образом смешанные со звуками духового оркестра. — Какой сегодня праздник? — спросил он бабу, которая несла на плече толстую мраморную плиту свиного сала, наполовину завернутую в чистую хустку. — Це не праздник, — строго ответила она, — а це радянская власть вместе с церковью хоронят того самого красного попа-героя. И с ним еще чьи-трех, чьи-двух продармейцев, а также кажуть ще якогось канцеляриста з города Одессы, что днями банда батьки Заболотного вбыла на селе ожила. Хеба ж вы не чулы? — Не чул, — не слыша собственного голоса, — сказал Пчелкин. — Как же! Налетели утречком сквозь переодетые краснормейцами, вытащили их всех из хат и тут же расстреляли, а сами тем ж ходом до Днестра и обратно на ту сторону, в Румынию. Над городом плыл похоронный звон. Стомительно редкими промежутками тонкие колкола резко ударяли ля-бемоль, слышалось надгробное пение, смешанное с тактами духового оркестра, тяжелой отдышкой медных труб, толчками турецкого барабана, тянуло слащаво металлическим дымком росного ладана. А Пчелкин стоял, прижав к груди сумку со стихами, как бы присутствуя на собственных похоронах. Он не знал, что в одесских известиях уже появилась телеграмма о гибели на боевом посту поэта-журналиста Пчелкина, и что его отец, старик Пчелкин, остановившись возле щита с пропитанной клейстером свежей газетой и, прочтя телеграмму, сначала сел на тротуар, делая руками плавательные движения, а потом лег, повернулся лицом к стене дома, поджал ноги, как бы желая удобнее поспать, и его приплюснутые, как блин, старые чиновничьи фуражкой без кокарды с пропотевшим кожаным оводком в середине, свалилась с головы, открыв багрово-покрасневшую плешь, и ангел смерти, поспевший как раз вовремя, прошумев черными крыльями, быстро и почти безболезненно, как хороший дантист, вынул, не вынул, а скорее вывернул крупным поворотом окровавленной десницы его душу, и его тело стало медленно, блаженно остывать, и остывало до тех пор, пока не сравнялось с температурой окружающего воздуха и тротуара, выложенного голубыми плитками лавы, примерно около 15 градусов выше нуля по цельсию, и в дальнейшем, перенимая температуру окружающего среды, приемного покоя, городского морга, нетопленной пустой церкви, и, наконец, кладбищенской земли, навалившейся на крышку дешевого лилового гроба, выданного бесплатно в коммунальном отделе его соседям. И только тогда, на третий день после погребения, его сын, еще ничего не зная, вернулся из командировки, и вдруг все узнал, ужаснулся, и теперь с чувством ужаса перед бездной смерти, открывшейся перед ним, с чувством независимости, освобождения, щемящего душу сиротства, и страстной, запоздалой нежности к отцу. Стоял перед глиняным холмиком могилы, которая уж стала седать, и проваливаться под двумя или тремя жалкими проволочными венками с бумажными цветами и серыми калинкоровыми лентами, с газетными буквами надписей, также бесплатно полученными в коммунальном отделе. Рядом с этой новой могилой была старая могила с железным крестом под березу, как бы сваренным из самоварных труб и раскрашенным под мрамор свитком, на котором масляной краской был написан черными печатными буквами, нежными его матери. Здесь же, покосившись в разные стороны, чернели совсем старые дубовые кресты над елизаметными холмиками бабушки и дедушки, которых Пчелкин не помнил. Батю он тоже почти не помнил, и в его представлении она была в шляпе с пером, с милым, но каким-то отвлеченно строгим замерзшим лицом, и всегда казалась непостижимым, что после смерти она не уничтожалась, а до сих пор под землей в тесном гробу лежит тщательно одетая дама в корсете на китовом усе, с щеточкой на подоле длинного муарового платья и в атласных туфлях, сшитых на живую нитку и с бумажной полоской на ледяном лбу. Он стоял один среди длинных игл новорожденной кладбищенской травы, растущей из-под земли, усыпанной седыми угольками панихиды, испытывая такую мучительную жалость и любовь, а главное, такую неискупимую вину перед отцом, которого сам того не сознавая убивал всей своей жизнью. Корью, дифтеритом, скарлатиной, когда заплывал далеко в море, войной, где каждая пуля и каждый осколок, благополучно пролетавшие мимо сына, тысячу раз убивали отца неминуемо, ежечасно, ежесекунда, где ядовитый немецкий удушливый газ фазген травил его по ночам. И одно лишь представление хлорциани медленно разрушало его легки, доводя до кровавого кашля, в то время как он, его сын, ничего этого не понимал и жил как живется, редко думая о смерти, и десятки раз умирал, не жалея жизни, и в то же время упивался этой жизнью неповторимым величием эпохи, в которой имел счастье родиться. Эпохи войн и революции. Потупив голову, он как бы видел сквозь слои желтой и черной земли четкий рисунок отцовского гроба с кистями по углам и неудобной выкрашенной окрой крышкой с жестяными накладными ветками Палестины над белым запавшим лицом с почерневшими веками. Он был один во всем этом мире, испытывая странное чувство освобождения, от которого захватывало дух, и вместе с тем не только не давало желанной свободы, но наоборот приковывало к земле страшной силой от такого горя, самую возможность, которого он даже не мог себе раньше представить. Но все же это была свобода, и для того, чтобы она стала полным освобождением, совершенно идеальной свободы, надо было освободиться от всего материального, что связывало его с отцом, от всего, кроме любви к нему. Любовь была неистребима. Это было отчаяние, восторг самосожжения, когда в затхлой, запущенной маленькой комнатке отца, где даже обои еще как бы хранили разные сухие и стариковские запахи. Вдруг появились два старьевщика, все еще в традиционных котелках, уже в советских толстовках под лапсердаками, два выходца из-под обломков рухнувшего старого мира. И они стали оценивать имущество покойного, рассматривая на свет сильно поношенные, поредевшие сухонные брюки, чесучевый пиджак, узконосые штиблеты на крючках с овальными, слоистыми протертостями до дыр на подметках, бросая их в кучу, на разостанное рядно. Пчелкин стоял, отчужденно прислонившись к двери, курил самокрутки. Слезы текли по его юншским щекам, жгучее наслаждение, полной свободы, открывшейся перед ним, как пропасть клокотала в горле, и он неподвижно смотрел, как в разные домашние вещи летели в кучу. Гремящий шахматный ящик, пожелтевшие воротнички и манжеты, композиция, манишки, чернильница с высохшими мухами в середине, плюшевый фамильный альбом с латунными застежками, увеличенная фотография матери в черной деревянной раме. Да, да, и портрет матери тоже, пусть у него ничего не останется, пусть он вступит в новую жизнь, освобожденный от всех чувств и вещей. Здесь я расстаюсь с Пчелкиным. Кто может знать при слове расставания, какая нам разлука предстоит, что нам сулит петушьи восхлицанье, когда огонь в Акрополе горит, и на заре какой-то новой жизни, и на заре какой-то новой жизни, и на заре какой-то новой жизни, и на заре какой-то новой жизни. Чувствуя на себе любопытные, даже восхищенные взоры, я вышел на эстраду зала Дипеш и с торжеством бросил на стол сверток своих новых стихотворений. Я подошел к Рампи и стал читать наизусть, когда я дошел до строчки, на которой я возлагал так много надежд, и поздняя заря находит нас опять в объятиях друг друга, то мой голос запел, как велончель. Но я напрасно старался. Ее не было в зале, она не пришла на мое выступление. — Увы, — сказал мне за кулисами мой друг поэт Э, — пока ты метался, как вялая листва по уезду, вербуя сельских корреспондентов, и воевал с бандами, твоя возлюбленная прицепила тебе чайник. Рапель гуляет с безызвестным Петькой Соловьевым, который, несмотря на весь свой былой шик, скромно служит в губ трамоте, в пути лица, трудясь над восстановлением городского транспорта. При этом Э, пуская слюни сквозь дырку от выбитого переднего зуба и ядовитой шипя, прочитал не вполне цензурную эпиграмму по поводу моего неудачного романа. В тот же день я ее увидел на бульваре Фельдмана против клуба красных моряков. Она шла под руку с долговязым Петькой Соловьевым, которого я до сих пор знал больше понаслышке, как одного из лучших теннисистов Ришелевской гимназии. Однако мне его приходилось видеть на гимназической спортивной площадке красавца и щеголя с золотым жетоном в виде теннисной ракетки, прицепленным ко второй пуговице его диагоналевой куртки. На войне он был тонягой-артиллеристом. Теперь он шел в толстовке и сандалиях на деревянной подошве, держа под руку мою бывшую любовь и нежно к ней наклонившись. Она держала связку учебников и весело улыбала, взглядая на него снизу вверх, своими темными узкими глазами, в глубине которых как бы таинственно мерцал лунный свет. Я обогнал их и сказал «Драсс! Драсс!» ответил, узнав меня Петька, и тонно приложил руку к старой артиллерийской фуражке без кокарды. Она повернула ко мне лицо, продолжавшее сиять от счастья и любви. «Салют и братство, гражданка!» сказал я, приветствую ее поднятой рукой. «Ваше сердце оказалось непостоянным!» Она сузила глаза, нахмурилась, своенравно вздернула подбородок, и вдруг совсем по-детски лукаво показала мне кончик языка, как бы желая этим сказать, проворонил. И в ту же минуту я вдруг узнал ее. Это была та самая девочка в матроске, которая некогда прошла мимо нас с Буниным по гравию на даче Ковалевского. А затем несколько лет спустя в группе матросов пыталась ворваться в особняк на Княжеской улице, а теперь училась в софт-портшколе. Та самая, которую я много лет тому вперед мимолетно встречу в разные моменты своей жизни, сначала средних лет, потом пожилую и, наконец, совсем старую, среди мерцающих оленьих рогов уральской сорокоградусной зимы и разноцветных дымов, выползающих, как бараны из целого леса магнитогорских труб. Она отвернулась от меня и прижалась кудрявой головой к плечу Петьки Соловьева и они, повернув за угол, где стоял громадный щит, плакат под Матисса работы художников Озини, два революционных матроса в брюках Клёш с маузерами на боку на фоне Тёмно-Синего моря с утюгами броненосцев вошли в столовую ЕПО. Единого потребительского общества по всей вероятности обедать по талонам, то есть съесть квадратную плитку сухой ячменной каши, политой сверху несколькими каплями зеленоватого машинного масла и выпить кружку морковного чаю с двумя ландринками. Жгучая страсть, ревность, тоска пронзили мгновенно мою душу, но так же быстро и прошли, уступив вместо другим страстям другой любви. Я потерял её из виду, так и не узнав её имени. Что касается Петьки Соловьёва, то он, будучи офицером, оказался замешанным в контрреволюционном заговоре. Я прочёл его имя в списке расстрелянных, наклеенном на фишную тумбу. Быть может, это именно о нём какой-то тюремный остряк сочинил куплеты, мотив очень известный в то время. Сентиментальные песенки Вертинского три юных пожа покидали на веки свой берег родной. Три типа тюрьму покидали, эсэр, офицер, биржевик. В глазах у них слёзы сверкали, и где-то стучал грузовик, когда расстреливали в гараже. Один выходил на свободу, удачно минуя гараж. Он продал казённую соду и чей-то чужой экипаж. Другой про себя улыбался, когда его в лагерь вели. Он с бытом купюр занимался от шумного света вдали. А третий был штаб с капитаном. Он молча поехал в гараж, и там был наказан наганом за врангеля и шпионаж. Кто хочет быть штаб с капитаном, тот может поехать в гараж. Муравей, ползущий по цветку, не имеющему имени, переползает на мой подставленный палец, который для него, может быть, представляется продолжением цветка. Он ползёт по моей обнажённой, солёной от морской воды руке, пробирается в дебрях волосков, ощущает лапками мою тёплую, загоревшую на солнце эпидерму, и всё же не может по этим ничтожным частностям представить себе всё моё неизмеримо громадное, сложное тело, все его тайны, тысячи, миллионы его нервных узлов, зрительных, обонятельных механизмов, мозговых центров, словом, всего меня, как произведение искусства, как личность, как нечто неповторимое, как галактику, он не знает, как я называюсь, как моё имя, и это мочит. Для него я всего лишь невоплощённый Будда, лишённый жизненного назначения и какой бы то ни было идеи. Я ползу по волосатой руке громадного мироздания, но я отличаюсь от муравья хотя бы тем, что не похож на нотный знак, тем, что у меня есть фантазия, тем, что я могу назвать вечность вечностью, а время назвать временем. Хотя я не знаю, что это такое. Могу воплотить любую свою идею. Личто зрительное, объёмное, художественный образ, хотя это бывает почти всегда, мучительно, трудно, но не потому, что не могу создать образ, а потому, что отсутствует идея, нечего воплотить. Но зато какое счастье охватывает душу, когда её овладевает мысль, страстное желание воплотить её, дать ей имя. Наконец, я сам дал ей имя. Клавдия Заремба. Да, именно так. Клавдия Заремба. Или Зарембо. Что меня заставляет писать о ней? О мало мне знакомой, может быть, даже выдуманной, женщине, Клавдии Заремби. Привычка вообще писать, сочинять, выдумывать, не думаю. На мою душу постоянно воздействует извне миллионы ощутимых и неощутимых раздражителей, которые вдруг начинают со страшной настойчивостью требовать, чтобы я воплотил их в нечто материальное, объёмное. А откуда идут эти настойчивые требования написать портрет молодой женщины, героини первых лет революции? В те годы Сергей Ингулов обвинял молодых писателей в том, что они не пишут о революции и отмалчиваются, ссылаясь на то, что нет сюжетов, нет героинь. Да, писал Ингулов в Харьковском коммунисте, это не та героиня, которая должна в литературу революционной эпохи прийти вместо Тургеневской Елены, вместо Гончаровской Верочки, вместо Веры Павловны Чернышевского. Она не характеризует нашу эпоху, но она вышла из этой эпохи. Поэтому о ней расскажу. А дальше и рассказал историю девушки из софт-портшколы, молодой коммунистки, помогшей органам ГУБЧК ликвидировать опасный контрреволюционный заговор. Для того, чтобы взять эту организацию, чрезвычайные комиссии надо было ввести в нее своих людей. Во главе организации стоял молодой врангельский штабс-капитан, и надо было начинать с него. Это было очень трудно. Офицер был чрезвычайно осторожен, ни с кем не знакомился, и внутри своей организации был связан только с несколькими офицерами, им же привлеченными к работе. Однако он не нашел в себе достаточно сил, чтобы побороть свое желание познакомиться с девушкой, которую он вот уже несколько дней подряд встречал на улице и в столовой ЕПО. Он уступил своей слабости, познакомился. Она не знала, кто он. Он не знал, кто она. В губчика ей объяснили, с кем она познакомилась, и приказали влюбить в себя штабс-капитана. Задание было выполнено с лихвой. Она не только влюбила его в себя, но влюбилась сама, и не скрыла этого от заведующего секретно-оперативного отделом губчика, который взял с нее слово, что, несмотря ни на что, она доведела дело до конца. Девушка торопила. Она говорила, что больше не может вынести этой пытки. Но дело с ликвидацией заговора затягивалось, так как взять следовало не только верхушку, но и хвосты. Она твердо исполнила свой партийный, революционный долг, ни на минуту не выпуская из виду своего возлюбленного до тех пор, пока они были вместе арестованы, сидели рядом в камерах, перестукивались, пересылали записки, затем он был расстрелян, она освободена. «Писатели и писательницы!» Гремел Ангулов, трагики и поэты, акмисты и неоклассики, о ком рассказываете вы нам? Вы, художники, вы не можете не воспринимать революционного быта, жизни, ни классов, ни слоев, ни групп, отдельных людей в революции. Поэты и поэтессы, вы сумели воспеть любовь Данте и Беатриче, ради вам не постичь трагической любви штабс-капитана и девушки из спортшколы, почему вы молчите? Как сейчас вижу, сердитое лицо моего старшего товарища и друга Сергея Ингулова здоровое, цвета сырого мяса с раздвоенным, как помидор, подбородком, в пенсне, с толстыми стеклами, без ободков, с несколько юмористически сжатыми губами провинциального филитониста, слегка подражающего Аркадию Аверченко, и вместе с тем волевое, даже иногда грозно, беспощадное лицо большевика-подпольщика, верного Ленинца, как бы опаленное пламенем тех незабвенных лет. Но и его в некий срок не пощадил ангел смерти, прошумев над ним складками своих черных шелковых одежд, и на лету вырвал из него пламенную душу, оставив на земле неизвестно где неподвижно распростертое бездыханное тело человека, так и не успевшего услышать ответ на свой вопрос «Кто же была она, эта девушка из подшколы?» И что испытала она, ожидая развязки в тот ужасно знойный июльский день, пылающий, как багровый цветок бегнонии, в досугрожающем ворчании медленно вползала оса, мягко расталкивая крыльями внутренние органы нагретого солнцем цветка, преграждающие ей дорогу в тупик, откуда уже не было возврата. Весь город, его пустынные каменные улицы, его гранитные мостовые, неподвижное море, бездыханное перестыристо акации, сухие фонтаны. В эти страшные чизы солнечного удара как бы весь помещался внутри закрывшегося багрового цветка весь город вместе с портовым маяком, а главное вместе с громадным многоэтажным зданием, которое как бы возглавляло и подавляло все прочие строения и в котором в эти часы что-то подгодавлялось на вечер. Клавдия Зарембо не знала в точности, как это делается. Она сама была заперта в одной из камер этого здания, и все, что совершалось вокруг в страшной близости от нее, сейчас же превращало ее догадки в нечто абсолютно достоверное. Цветок Бегнония имел еще другое название Кокола. Клавдия Зарембо знала этот дом сверху донизу, все его парадные черные лестницы, закоулки. Не так давно до революции это был новый доходный дом какого-то акционерного общества на шикарной полузагородной улице против парка и славил своими дорогими барскими квартирами в пять, шесть, даже восемь комнат со всеми удобствами, ваннами, ватер-клозетами, газом, лифтами, с конюшнями и гаражом во дворе, светняком, круглым бассейном, мраморными скамейками, плакучими японскими деревцами посреди газонов и асфальтовыми дорожками, которые вели от калиток в кованой железной ограде к парадным входам дома, освещенным по вечерам матовыми электрическими плафонами, где жили очень богатые семьи. Теперь здесь у всех входов и выходов стояли часовые частей особого назначения китайцы, латыши, русские солдаты экспедиционного корпуса, вернувшиеся из Франции. Дом этот возвышался над всем городом, как Акрополь, а ночью один Донизу был освещен ярким электричеством среди погруженных во мрак домов. Бессонный, как совесть, он беспощадно озарял самые темные закоулки человеческого сознания, где, быть может, еще гнездились преступные мысли, порожденные моралью старого мира. Но не менее страшен казалось этот дом в разгар лета. В конце мучительно нескончаемого июльского дня, когда время по декрету переводилось на три часа вперед, так что, когда по солнцу было еще только пять, городские часы показывали восемь вечера, и вступал в силу комендантский час, после наступления которого появление на улицах без специального пропуска каралось с расстрелом на месте. Ослепительное солнце стояло еще высоко над крышами, а уж город был зловещий безлюден, в пустынных улицах по тротуарам косо и жарко дрожали зеркальные отражения конных стекол, стучали шаги одинокого патруля, и дома иногда содрогались от проезжавшего мимо запертых ворот военного грузовика. Что осталось у нее в памяти от этих дней? Стена пустынной комнаты с громадным роскошным письменным столом, на синим сукне которого лежал маузер в деревянной кабуре, кожаный диван, и над ним прямо по дорогим кабинетным обоям размажста написанной широкой кистью с золотой краской слова «Смерть контрреволюцией». Это был кабинет начальника секретно-оперативной части, из венецианского окна которого над верхушками Александровского парка с его обезглавленной колонной виднелась полоса кубово-синего, одичавшего море без единого паруса, без единого дымка на горизонте. Встретившись через очень много лет с человеком, который тогда сидел за письменным столом. Она напомнила ему эту золотую надпись на обоих, но он с удивлением посмотрел на нее. «Не было такой надписи, дорогуша, ты что-то напутала». «Уверяю тебя, была, как сейчас вижу». Он нахмурился. «Это тебе показалось? Клянулся? Так кто-то из нас псих». «Значит, ты». Но прошло еще очень много времени тому вперед, и они встретились в центральной поликлинике возле кабинета зубного врача перед массивной ясеневой дверью с начищенной медной шишкой среди квадратных колонн из искусственного мрамора и декоративных растений в фаянсовых горшках на теплом толстом подоконнике громадного окна, из которого открывался вид на ветхие особнячки сивцевого вражка и на мягкий голубой силуэт высотного здания с вышками, обелисками и приземистым шпилем. «Здравствуй, Викентий, здравствуй, товарищ Заремба. Ты заметила, что мы с тобой встречаемся раз в семнадцать лет? Ты полностью, полностью, я тоже полностью, и даже уже на пенсии, персональной пенсионер. Вот, брат, делаю из себя новые мосты». Я тоже самое больше половины зубов потеряла. «А ты, тем не менее, здорово прибавила. Сколько ты тянешь килограммов? Семьдесят? Зачем уточнять?» Была хрупкая девушка, мечта поэта. Хрупкой никогда не была. Была тонкая, но плотная. И все-таки я утверждаю, что на обоих было написано смерть контрреволюции. Хоть что хочешь, а было. «Ты знаешь, действительно было», засмеялся. «Я потом вспомнил, хотел даже тебе позвонить, но у нас там, во-брази себе, не было ни одного телефона автомата». «Ишь, ты какой веселенький! А что, знаешь, как это произошло?» Мы в отделе готовились к первомайской демонстрации. Надо было написать на знамени какой-нибудь подобающий лозунг. Мы приложили Кумачевое знамя к стене, растянули, и ангел смерти, ты его помнишь, нашего Колю Березовского по кличке ангел смерти, красивый был парень, и хорошо рисовал царство ему небесное. Так он взял здоровую кисть, и золотой краской написал смерть контрреволюции. Краска прошла сквозь материю, и буквы отпечатались золотом на обоих. Вот, видишь, а ты ищ спорил. Прости, душенька, однако ты нам здорово тогда помогла. Помню, как ты переживала, страшное дело. Они смотрели друг на друга, вспоминая себя такими, какими были в те времена. Он довольно смутно представил ее в своем кабинете совсем молодой, в трофейном английском френче, сострижен, как у мальчика головой, худой от голода, с несказапавшими глазами, неподвижно устремленными на золотую надпись над кожаным адвокатским диваном. А она вспомнила его довольно светливым человечком лет тридцати, с внешностью мелкого ремесленника, каковым он в действительности был до революции. Типичный русский уездный портной неудачник, птицевые рубашки и жилетки с синего раненой пряжкой сзади, с яростно веселым выражением коротконосого плебейского лица, истерзанного ненавистью к классовым врагам, которых он поклялся всех до одного уничтожить, стереть с лица земли, не зная ни пощады, ни жалости и ни устали. И воднообразно темные глаза в форме вишенок внимательно, даже как бы предупредительно смотрели на собеседника, так что могло сложиться впечатление, что он человек добрый, дорожал свой, но ничто не могло быть более ошибочно, чем это впечатление. Он был беспощаден, неподкупен и принципиален. С детских лет хребнувший в жизни много горя, несправедливости и унижений сначала от зверя хозяина, а потом от своих заказчиков, пехотных офицеров захолустного гарнизона, на которых он никогда не мог угодить, которые часто не платили ему за работу, требовали бесконечных переделок, перешивок, париагона, которые били ему морду и выталкивали в три шеи из собрания, куда он приходил за деньгами, с раздутой щекой, подвязанной цветным платком и с черно-свинцовым синяком под заплывшим глазом. Он так ненавидел их, что у него кровь оглушительно стучала в висках и перехватывала дыхание. Он готов был истребить их всех до одного, сколько бы их ни было на свете, истреблять их без устали, день и ночь, планомерно и яростно, хладнокровно, и делать до тех пор, пока на земном шаре не восторжествует справедливость, и владыкой мира станет труд. В тот день у него на письменном столе была разложена выполненная акварельными красками цветная схема контрреволюционной офицерской организации со всеми ее разветвлениями и связями, где каждый член преступной организации был изображен в виде условного знака кружка, треугольника, ромба, квадратика с именем заговорщика. И Зарембо прочитала в центре на зеленом треугольнике имя своего возлюбленного, которому сходились все нити заговора. Он допросил ее для параформы, все время суетя, стараясь быть радушным хозяином, и приговариваясь, «Сейчас я сбегаю за кипяточком, попьем с тобой чайку, бери ландринку, хлебца, небось, проголодалась, ты нас здорово выручила, спасибо тебе за это, а ты мне революция, и не переживай, вытри щеки, вот на тебе, платочек, поверь мне, этот подлец, твой штабс-капитанешка, не стоит слез, был бы их верх, он бы всех нас развесил на фонарях и железнодорожных переходах, и тебя тоже, несмотря ни на что, будь в этом уверен, или мы их, или они нас, пей чайку, потерпи до завтра, нынче мы их всех ликвидируем, завтра можешь спокойно выходить на работу». Вечером из своей камеры она слышала, как их привезли на грузовике из тюрьмы и вызывали куда-то по одному. Как через некоторое время в коридоре раздался топот ног, звуки борьбы, тяжелое дыхание, окрики, она прилинула к окошечку в двери и увидела часть сумечного коридора, оклеенного грязными бумажными обоями и засиженную мухами голую электрическую лампочку на толстом витом шнуре, который только что стало слабо накаляться, освещая все вокруг призрачным красным светом. И по этому коридору конвойные вылокли, толкая в спину и хватая за плечи громадного, костлявого, длинноносого парня с потным лицом, побитым оспой, с длинными обезьяньями и руками, низким, вогнутым лбом и далеко выдающимся генеративным затылком известного налетчика, грабителя, разбойника, запросто убивавшего топором целые семьи, не жалея старух и маленьких детей. А кроме того, добровольного палача Деникинской контрразведки, лично повесившего несколько десятков рабочих коммунистов на железнодорожном переходе станции Одесса, главная фамилия Ухов, привотащили из камеры для того, чтобы вывести в расход. И он, рыдая от ужаса и буйствуя время от времени, теряя сознание или делая вдруг отчаянные попытки вырваться, убежать и куда-нибудь спрятаться, хотя бы под скамейку, не переставая, слюнил своими толстыми, мокрыми губами огрызок карандаша и норовил как можно разборчивее, громадными буквами написать на боях свою фамилию Ухов и его тащили, он все писал, разрывая обои одно с другим Ухов, 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 пока его не подхватили под мышки и понесли, а карандаш в последний раз провел по боям глубокую рваную борозду и обломился. Зарем бы хотела в последний раз посмотреть на Петю Соловьева, но их всех так быстро, почти бегом провели по коридору фотографировать, что она его не заметила, легла в угол своей общей камеры и потеряла сознание, а потом обморк перешел в странный, почти литургический сон, продолжавшийся несколько суток. А когда она очнулась, то увидела, что лежит на белой койке в больнице и с большим трудом припомнила, что с ней было. Года два после этого ее лечили и возили по санаториям, и в конце концов она выздоровела. Несколько раз мы сталкивались с ней мимолетно, иногда узнавали друг друга, иногда не узнавали, молча проходили мимо или обменивались несколькими словами, и тогда в ее изменившемся стареющем лице я угадывал черты маленькой девочки в матроске или девушки из софт-портшколы, в которую так страстно и так ненадолго влюбился. Однажды я увидел ее на мраморной лестнице поликлиники. Она шла вниз с одышкой, располнявшая почти седая, с толстыми ногами, обутывая тесные туфли на высоких каблуках, которые, очевидно, подчиняли ей страдания. — Здорово, парень! — сказала она печально. — Как живешь? Ты уж дедушка, а я уж бабушка. Вспоминаешь ли ты когда-нибудь нашу молодость? Ну, топай! Топай! Сколько раз я брался за перо, чтобы исполнить совет покойного моего друга и старшего товарища Сергея Ингулова и написать роман о девушке из софт-портшколы. Может быть, это был единственный настоящий сюжет, алмаз, который стоило, не жалея времени и силы, отгранить, превратив в сверкающий бриллиант? Но каждый раз я чувствовал свое бессилие. Тема была во много раз выше меня, ее нельзя было обработать так себе, старой манере, которой она никак не поддавалась. Девушку из софт-портшколы, нужно было писать совершенно, по-новому не бывало, и, как сказал бы Осип Мандештам, разрыв аорты, а я еще к этому не был готов. Как жалко, что нам не хватило времени написать наш революционный катехизис искусства, с горечью воскрикнул Эдмон Ганкур. И как не хватало этого катехизиса мне, тогда еще не открывшему мовизма. На протяжении всех трехсот страниц стопотом опрокидывать все священные мнения, вековое восхищение, академические программы, профессоров эстетики, всю эту старую веру и искусство, еще более решенную критического духа, чем религиозная вера. «Нет, нет, успокойтесь, товарищи, это не я написал, а Ганкур. Интеллектуальное наплевательство на всеобщее мнение, самая редкая смелость, какую я когда-либо встречал, и только обладая этим даром можно создавать оригинальные вещи. Короче говоря, нужно было быть не Буниным, а по крайней мере Маяковским». Субтитры подогнал «Симон» Я ищу чего-то, что не походило бы на роман. Отсутствие интриги для меня недостаточно. Я хотел бы, чтобы сама структура была другой, чтобы эта книга носила характер мемуаров одного лица, написанного другим. Решительно слово «роман» уже не определяет книги, которые мы пишем. Я хотел бы дать им другое название. Если не мемуары, не роман, то что же я сейчас пишу? Отрывки, воспоминания, куски, мысли, сюжеты, почерки, заметки, цитаты. Но все равно мне не под силу заполнить этими жалкими обломками своей чужой памяти ту неизмеримую, вечную пропасть времени и пространства, на краю которой я ворочусь до рассвета, измученный, истерзанный тяжелыми мыслями. Иногда я сам себе напоминаю счастливого царя, вдруг, без всякой видимой причины, заболевшего бессонницей. Сказка о подушке С некоторого времени царь потерял способность спать. Лучшие врачи и маги не могли излечить его от этого смертельного недуга, ни одно снотворное не действовало царя. День и ночь он метался на своей постели с открытыми глазами, и его мозг был истощен постоянной, непрерывной, бесконечной работой воображения. Он умирал. Казалось, ничто не может его спасти. И вот однажды, глухою ночью, когда ангел смерти уж совсем низко летал над его головой, в спальню царя тайно пробрала с босиком самая молодая и самая прелестная и самая любимая из его жен в тончайших полупрозрачных шальварах, в пестрых цветочках, потрогала своими нежными пальчиками из голови царя и сказала «Дорогой, мне кажется, я знаю причину твоей болезни. Не можешь ли ты мне ответить на один вопрос давно ли ты спишь на этой подушке? Давно! А когда ее перебивали последний раз и подспали в нее нового пуха сравнительно недавно? И, конечно, сделала твоя первая главная жена. Ну да, по обычаю. Так вот, что я тебе скажу, любимый, старушка переложила пуха. Я ничего не хочу сказать о ней плохого. Она это сделала любя, чтобы тебе было лучше. Но потрогай, она ее так набила, что подушка стала как каменная. Разве на ней заснешь? Дай, милая, выпущу из нее лишний пух, и ты сразу забудешь, что такое бессонница. Она вспорола своими проворными ручками наволоку и вынула несколько горстей драгоценного пуха, затем взбила подушку. Царь положил на нее свою голову, почувствовал воздушную прохладу и легкость и заснул блаженным сном, а младшая жена выгнала полотенцем ангела смерти в форточку и, поцеловав своего повелителя и возлюбленного, удалилась так же неслышно, как и пришла. Но сказка на этом, однако, не кончается. Царь сразу же стал засыпать, как только ложился, и спал долго и сладко до самого позднего утра, когда ему приносили кофе с молоком. Сначала ему это очень нравилось, но потом он заметил, что совсем перестал перед сном размышлять о судьбах своего царства и даже немного поглупел, когда он позвал к себе молоденькую жену и шепнул ей на ухо «Старушка, конечно, тогда сильно переложила пуха, это верно, но ты, о, моя самая любимая, сделала мой сон слишком легким, счастливым и бездумным, а для царя это не годится». «Не можешь ли ты добавить в подушку совсем небольшую горсточку пуха, чтобы я засыпал не сразу, и у меня было бы немного времени для полезных размышлений?» «С удовольствием, дорогой», ответила младшая жена и добавила в подушку царя одну совсем маленькую горсточку лебяжьего пуха. «Вот, теперь будет в самый раз», сказал царь. И с той поры ежедневно перед сном ему посещали самые важные мысли. Разумеется, эти мысли не всегда были веселые, но зато они всегда озаряли его душу светом истины. Век известковый слой в крови больного сына твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь, и некуда бежать от века властелина. Плает на снегу аптечная малина, два сонных яблока у века властелина и глиняный прекрасный рот. Ужели я предам позорному злословью? Вновь пахнет яблоком мороз, присягу чудную, четвертому сословью и клятвы крупные до слез. Пылала на снегу аптечная малина и вагонии красных огней и вагонов в лице изменяла столица. Один я заметил знамена у ложа и черную флейту над пультом. Я видел, как с глиною борется лежа у гроба измученный скульптор, другой, как столетие стояла минута проверенной совести проба, он был неподвижен во френче, как будто диктующий лозунг из гроба, и третий, с мешками у глаз среди зала, седая и руки сухие, жена неподвижно дежуря, стояла у тела в ногах, как Россия. Во сне сквозь шум темных крыльев я услышал стук в дверь, стук судьбы. Я проснулся и долго не мог понять, где я нахожусь, медленно всплывая на поверхности с таинственных глубин сновидений, не успевши дойти за сознанием. Передо мною стояла большая фигура, очень высокого человека, в фетровой шляпе, и я услышал слова, сказанные знакомым голосом, баритональным басом, который как бы мягко сходил на низы. Вы рады? Он мог этого не спрашивать. Конечно, я был рад. Но меня удивилось, что он не на бегах, хотя был беговой день, 13 апреля. Он вошел в комнату, уже еле-еле тронутую приближающимися сумерками, поставил палку в угол и шляпу повесил на пуговку самой верхней полки шведского книжного шкафа, предварительно попробовав пальцами крепко надержится эта самая пуговка, которую он в прошлый раз оторвал, так что мне пришлось обернуть ее стеженек бумагой. Снимая пальто и бросая его на валик диван, он ракочущим приглушенным басом приговаривал «Рад, что вы рады и рад, что рад аппарат аппарат, прекрасный аппарат, урад, рад и я и мой аппарат, узнаете?» «Конечно, в бане. А знаете, откуда это попало в баню?» «Не знаю, из детства. Купили фотографический аппарат. Вся семья очень радовалась. Немедленно выразилась стихами «Мама рада, папа рад, что купили аппарат». Это было мое первое стихотворение. Он помолчал, высморкался, вытер свой гриппозный нос. «Когда будете писать воспоминания о Маяковском, не забудьте этого факта, пригодиться или продать ко мне другому?» «Обязательно». Затем он спросил традиционно «Как живете, Караси?» «Ничего себе, Мирси!» ответила столь же традиционно. Это было двустише из моей уже давно изданной детской книжечки под названием «Радио Жиров», которая понравилась Маяковскому, и он пустил его в ход, так что в нашей компании, а потом по всей Москве и дальше она сделалась как бы шуточным военным паролем. Он вообще часто подхватывал чью-нибудь колотую фразу и в течение долгого времени не расстывался с ней, повторяя на все лады, так что иногда создавалось впечатление, что это придумал он сам. Так одно время он без конца повторял шуточный стишок Ильфа «Марк Аврелий, не Еврелий?» Знаменитые рекламные строчки Маяковского «Нигде, кроме как мост-сель-промами» стали пословицей, но другой подобный же афоризм «Кто, куда я в сберкассу» был сочинен Васей Лебедевым Кумачом, хотя это также приписывали Маяковскому. Вообще, как человек очень известному и популярному ему приписывалось множество чужих острот и шуток, подобно тому, как почти все анекдоты и эпиграммы некогда приписывались Пушкину. Кстати, выражение «Инцидент и сперчен вместо исчерпан» я слышал еще до революции. Его придумал друг моей юности, Большой Остряк Арго. От него это выражение пошло по рукам, пока им окончательно не завладел и не сгрипел навсегда за собой Маяковский. В тот день он настрел скорее по привычке. Мне показалось, что нынче он что-то невесел, озабочен, будто все время прислушивается к чему-то. Наверное, подумал я тогда, замочил грипп. С некоторым беспокойством следил за всеми его передвижениями, так как обычно, входя в мою комнату, он учинял небольшой шуточный дебош, безвредный, напугающий своей стремительностью. Одним движением смахивал он с письменного стола рукописи, засовывал под диван книги, ставил на подоконник за портьеры, как за кулисы, письменные принадлежности, бутылочки с чернилами, коробку канцелярских скрепок. Запомните, приговорил он ворчливо, у писателя на столе должно быть абсолютно пусто. Шурум-бурум, к черту, это отвлекает. В особенности его раздражал небольшой матово-серебряный юбилейный прибор в стиле модерн, доставшийся мне в наследство от моего болтавского дяди, известного в свое время земского деятеля. Я держал прибор исключительно из уважения к памяти дяди. С непостижимым пароводством фокусника Маяковский рассовывал все составные части этого юбилейного прибора, подсвечники без свечей, ножик для разрезания, пресс-попье без промокашки, две пустые чернильницы с серебряными колокольчиками крышечек, спичечницу с глаз долой. Куда попало? В книжный шкаф, под кресло, даже в устье голландской печки, и сидел было летом. Совершая все эти забавные безобразия, он рычал из хлебникова, и тополь, земец, и вечер, темец, и море, оречи, и ты, далечи, ведь он как бы отдавал долг к вежливости моему дяде, который был земец. Думаю, что подобного рода торопливое освобождение стела от посторонних предметов была, скорее всего, привычкой игрока, не теряя золотого времечка, приготовлять зеленое поле для ночного сражения. На этот раз он ограничился лишь тем, что с нескрываемым презрением покосился на юбилейный прибор, и, отодвинув в сторону легковесный серебряный подсвечник, присел боком на угол стола, обтянутого зеленым сукном, и в такой позе, полусидя, полустоя, сказал, отвечая на мой вопросительный взгляд, «Низачем! Пришел просто так! Вы удивлены? Напрасно! Посидеть с человеком, как гость хотите, будем болтать, свободно и раскованно!» И в ту же минуту надолго замолчал, ушел глубоко в себя. Его по-украински темнокарии, несколько женские глаза, красивые и внимательные, смотрели снизу вверх, отчего мне всегда хотелось назвать их рогатыми. Рогатые глаза глупо, но мне всегда так хотелось. Может быть, в этом есть самая суть мализма, писать, как хочется, ни с чем не считаясь. В углу его крупного, хорошо разработанного рта опытного оратора, эстрадного чтеца с прекрасной артикуляцией, доходчивой дикцией, как всегда торчал окурок толстый папирос высшего сорта, и он жевал его, точнее сказать, перетирал синеватыми искусственными зубами, причем механически двигались туда и сюда энергичные губы и мощный подбородок боксера. В его темных бровях, в меру густых, таких, которые, как я заметил, чаще всего встречаются очень способных, одаренных юношей, было тоже нечто женское, а лоб, мощно собранный над широкой переносицей, был как бы рассечен короткой вертикальной морщиной, глубоко черневшей треугольной зарубкой. С недавнего времени он почему-то отрастил волосы, и они разваливались посредине лбаа на стороны, придавая несвойственному вид семинариста, никак не соответствующий тому образу Маяковского, футуриста, новатора, главаря, который сложился у меня с первых дней нашего восьмилетнего знакомства, то есть с самого начала двадцатых годов. Теперь, когда он стал памятником, очень трудно представить его себе не таким, как на площади Маяковского, на невысоком цоколе с семинарскими волосами. тем почти все время, за исключением самого начала и самого конца своей писательской жизни, он коротко стригся иногда наголо, машинкой под нуль. Его голова, по-моему, иногда даже просто начисто выбритая, определенностью своей формы напоминала яйцо, о чем свидетельствуют фотографии разных лет, в том числе одна из самых похожих работы друга Маяковского, художника и фотографа Лефовца Родченко, где великий поэт с наголо остриженной головой, с внимательными агатовыми глазами, сидит без всякой позы, на простом венском стуле, с гнутой спинкой, прямо посреди какой-то пустынной комнаты, похожей на кухню. Передо мной, облокотившись задом на стол, на тот самый стол, за которым мы, Осеев, Светлов, Олеша, Крученых, Маяковский, бывало, резались до утра в девятку, без умолку остря, в клубах зеленого табачного дыма, стоял уж почти памятник, во всяком случае, на его знаменитом лице лежали чугунные тени хмурого апрельского предвечения, холодного и сырого. У него было затрудненное гриппозное дыхание, он часто сморкался, его нос характерной бульбой на конце клубнично краснел, он привык носить с собой в коробочке кусочек мыла и особую салфетку, и высморкавшись, он каждый раз шел в кухню и там над раковиной мыл руки этим своим особым мылом и вытирался собственной особой салфеточкой, причем, доставая их из кармана, по своей неизменной привычке, начинал перекладывать из кармана в карман различные предметы. Из заднего кармана брюк извлекал, например, пачку бледно-зеленых двадцаток, приготовленных для уплаты финн-инспектру подоходного налога и перекладывал ее в боковой карман пиджака, а на место пачки двадцаток засовывал маленький маузер, извлеченный из левого кармана брюк, вместе с кусочком мыла, завернутого в салфетки, а мыло и салфетку перекладывал в правый карман, откуда на миг доставал стальной кастет и быстро прятал его обратно, причем заодно проверял, намести ли на грудном кармане авторучка или, как он любил ее называть несколько скобарно, стило. Вот вам, товарищи, мое стило, вы можете писать сами. Подобные операции с перекладыванием вещей он производил довольно часто. Доставая один какой-нибудь предмет, он как бы приводил в движение некий скрытый механизм, после чего происходил неотвратимый законченный цикл перекладывания предметов, их появление, исчезновение, щелканье, чем-то напоминающие движения механических фигурок в тире, приведенных в движение метким выстрелом в маленькую красную мишень. И вверх ногами рушилась на своей оси железная фигурка убитого человечка. — Кота Ич, сказал он, пряча в карман последний предмет, «Вот вы, южанин, скажите, как вы переносите север? Часто простужаетесь? Беспрерывно. И я тоже самое. До сих пор никак не могу привыкнуть к этому паршивому климату. Апрель называется. Разве это апрель? Гибну, как обезьяна, привезенная из тропиков». Он снова высморкался и характерным жестом глубоко обеими руками одновременно заправил сорочку под ремень своих просторных брюк, узких в бедрах, широких в шагу, в глубоком кармане, в которых часто лежала его краснокожая паспортина. Молоткастый, серпастый советский паспорт. Именно тогда мне в голову пришла простая мысль, догадка, объяснявшая многое в его характере, в особенности его творчество. В сущности он был человеком из другой страны, южанин, приезжий и до сих пор никак не мог акклиматизироваться. «Заморский страус» во всяком случае именно так назвал он себя в стихотворении России. «Вот иду я, заморский страус, я не твой снеговая уродина, глубже в перья душа уложись, и иная окажется родина, вижу выжжена южная жизнь, остров зноя в пальмы овазился, ржут этажи, а улицы пялятся, обдают водой холода, весь истыканный в дымы и в пальцы переваливаю года». Впервые понял я, какому трудно переваливать года. «Что ж, бери меня хваткой мерзкой, бритвой ветра перья обрей, пусть исчезну чужой и заморский поднистовство всех декабрей». Я повторял про себя эти строчки, а он их, творец, в любую минуту готовый исчезнуть, чужой и заморский, весь истыканный в дымы и в пальцы, внимательно смотрел в мое маленькое окно, почти на уровне земли, выходившее во двор извозчего трактира, одного из тех чайных, каких в то время осталось еще довольно много по педулкам с ретенки. Двор был заставлен кончавшими свой век ободранными пролетками, и лошади с надетыми на морды торбами заглядывали в окошко, встречаясь взглядом с Маяковским, по-видимому, чувство его хорошее к себе отношение. Очень медленно, чересчур медленно темнело в этот неопределенный час между концом дня и началом вечера в одном из бедных пиулков, куда не долетал глухой мельничный шум по-китайски многолюдной пешеходной сретенки, и мы вдвоем с Маяковским в еще неосвещенной комнате, он уже знаменитый на весь мир поэт, и я, так не написавший до сих пор девушки из софт-порт-школы, оба, как мне тогда казалось, уже далеко не молодые. Ему тридцать семь, а мне, господи, неужели уже тридцать три и жизнь прошла? Все это вместе вызывало мне страшную безвыходную горечь, ощущение безвозвратно ушедшей молодости, чуть не наступившей старости, когда все прошло, больше ничего не будет, или, как тогда говорилось в нашем кружке, больше ничего не покажет. А впереди на сумеречной стене водянистая пепельная тень определенных очертаний, которые можно было при желании столковать как угодно, даже как пепельные одежды летящего озраила. И день сгорел как белая страница, немного дыма и немного пепла. Может быть, именно вот так в дореволюционные годы сидел в своей петербургской конурке некий непризнанный литератор, жалкий подражатель Достоевского, и вдруг на пороге весь темный, в темной широкоповой шляпе, в шерстяном кашне, тихий, неясный, как сон Александр Блок, который пришел навестить собрата. Пришел незачем, просто так посидеть с человеком, как гость по литературной традиции, ходят же люди в гости друг к другу. Ведь ничего нет страшнее, когда некуда человеку пойти, и так далее. Было во всем этом острое ощущение традиционного русского писательского быта, возможно, даже смены поколений, горечь неизбежного отмирания. И то, что мне представлялось явление Александра Блока, было понятно. Маляковский любил Блока, едва ли не считал его самым великим русским поэтом со времен Пушкина. Он никогда об этом не говорил, по крайней мере, прямо, но я чувствовал, что это именно так. Однажды, в начале двадцатых годов, Маляковский вернулся из заграничной поездки, кажется, из первой своей заграничной поездки, вернулся домой, в Москву, в квартиру Бриков, водопьяновом переулке у Мясницких ворот, наискосок от почтамта, полные впечатлений. И был крайне удивлен, даже потрясен, когда на другой же день известия прислали к нему интервьюэра. Это воспринималось как нечто изрядно выходящее, еще не бывало. Несмотря на бурно разворачивающийся НЭП, в советских центральных газетах продолжал царить строгий стиль военного коммунизма, не допускавший ни малейшей бульварщины, желтизны, сенсаций свойственных буржуазной прессии. Уж разумеется, никаких интервью, в особенности с поэтом-футуристом, вернувшимся из заграничной поездки. Однако времена, по-видимому, менялись, НЭП наступал, и вот первая ласточка сотрудника известия, явившаяся к Маяковскому взять интервью. Взвенчанный, веселый, изысканно вежливый, сверкающий всеми красками своего неповторимого юмора, Маяковский в парижском пуловере с узким ремешком карманных часов на лацкане пиджака было сверхмодно носить часы в нагрудном карманчике пиджака с наголо остриженной головой, гигиенично, современно, конструктивно, а также потому, что причесываться на времени стоит труда, а вечно причесано быть невозможно. Шагая среди своего полуразобранного багажа, расшвыренного по всей комнате, то и дело наступая новыми заграничными башмаками на коробки, свертки, на раскладную гудоперчевую ванну таз, отбрасывая отбрасывая из-под ног цветные резиновые губки, нераскупленные флаконы с адкиносовской лавандой и зеленополосатой жестянки с тальком для бритья пальм-олив, Майковский в одно и то же время и усаживал сотрудника известий за стол и наливал ему напариули, и прибегал тарелку с громадными свежими пирожными отбартельца и краем рта, показывая синеватые зубы, победно улыбался, глядя на членов редакции Лефа, собравших на заседание по случаю возвращения с границ своего главного редактора. Проходя мимо, сказал, «Как вы думаете, если б вообразите себе, не я вернулся из Парижа, а Блок, то прислал бы ему стекло в сотрудника взять интервью для известий?» Уверен, что вечно в душе Маяковского жил Александр Блок, тревожа его, заставляя завидовать и восхищаться. Блок был совестью Маяковского. Однажды в какой-то редакции среди общего разговора шума, гамма, острот Маяковский вдруг ни с того ни с сего, как бы про себя, но достаточно громко, чтобы его все услышали, с раздержанным восхищением, будто в первый раз слыша музыку Блоковского стиха, от начала до конца, сказал на память без единой запинки волшебное стихотворение. «Ты помнишь в нашей бухте сонной спала зеленая вода, когда к элюаторной колонной вошли военные суда?» Глаза Маяковского таинственно засветились «Четыре серых!» сказал он и помолчал. Было видно, что его восхищает простота, точность, краткость и волшебство этих двух слов «Четыре серых!» Целый морской пейзаж «Четыре серых!» И вопросы нас волновали битый час, и загорелые матросы ходили важно мимо нас. Он даже при этих словах сделал несколько шагов взад-вперед, на один миг перевоплотившись в загорелого французского матроса в шапочке с красным помпоном и закончил стих, неожидно вынув из кармана, предварительно в нем порывшись маленький перочинный ножик, возможно воображаемый. «Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман». Маяковский протянул слушателям воображаемые ножик и даже подул на него, как желая сдуть пылинку дальних стран. Голову даю надсечения, что в это время он видел вдали перед собой мираж своего острого зноя, овазившегося в пальмы. Главная сила Маяковского была воображение. «Океан делая воображение», писал он где-то. «И на море не видно берегов, и на море волны больше, чем нужно в домашнем обиходе, и на море не знаешь, что под тобой. Но только воображение, что справа нет земли до полюса, и что слева нет земли до полюса, впереди совсем новый второй свет, а под тобой может быть Атлантида. Только это воображение есть Атлантический океан». Гениально просто. Наверное, в этом и заключается самая суть поэзии. Антагонизм литературных направлений не выдумка ли это? По-моему, не существует никаких литературных направлений. Есть только одно направление в искусстве. Всепокоряющие гениальность, даже просто талант и воображение. Ленин назвал Достоевского архи скверным, что не помешало ему подписать декрет о сооружении Достоевскому памятника. Однажды я был свидетелем встречи Маяковского с Мандельштамом. Они не любили друг друга. Во всяком случае, считалось, что они полярные противоположности, начисто исключающие друг друга из литературы. Может быть, в последний раз, перед этим они встретились еще до революции, в десятые годы, в Петербурге, в Бродячие собаке, где Маяковский начал читать свои стихи. Мандельштам подошел к нему и сказал «Маяковский, перестаньте читать стихи, вы не румынский оркестр». Маяковский так растерялся, что не нашел что ответить, а с ним это было чрезвычайно редко. Вот они снова встретились. В непосредственной близости от памятника Пушкину, тогда еще стоявшего на Кверском бульваре, в доме, которого уж давным-давно не существует, имелся довольно хороший гастрономический магазин в древолюционном стиле. Однажды в этом магазине собираясь в гости к знакомым Маяковский покупал вино, закуски и сласти. Надо было знать манеру Маяковского покупать. Можно было подумать, что он совсем не знает дробей, а только самую начальную арифметику, и то всего лишь два действия сложения и умножения. Приказчик в кожаных лакированных на рукавниках, как бы революции у Чичкина с почтительным смятением грузил в большой лобиной короб все, что диктовал Маяковский и изредка останавливаясь, чтобы посоветоваться со мной. Так-с, ну, чего еще возьмем, кота еще? Напрягите все свое воображение. Копченые колбасы? Правильно, заверните почтеннейши еще два кило копченой московской, затем шесть бутылок обрау дюрсо, кило и икры, две коробки шоколадного набора, восемь плиток золотого ярлыка, два кило осетрового балыка, четыре или даже лучше пять батонов швейцарского сыра, одним большим куском, затем сардинок. Именно в этот момент в магазин вошел Осип Мандельштам. Маленький, но очень большой шубе, с чужого плеча до пят, и с ним его жена Надюша с хозяйственной сумкой. Они быстро попили бутылку Каберне и четыреста граммов сочной ветчины самого высшего сорта. Маяковский и Мандельштам одновременно увидели друг друга и молча поздоровались. Некоторое время они смотрели друг на друга. Маяковский ядовито сверху вниз, а Мандельштам заносчиво снизу вверх. Я понимал, что Маяковскому хочется как-нибудь получше сострить, а Мандельштам в ответ отбрить Маяковского, так что он своих не узнал. Я изучал задранное яйцо Мандельштама и понял, что его явное сходство с верблюдиком все же не дает настоящего представления о его характере и художественно является слишком элементарным. Лучше всего изобразил Мандельштам «Куда как страшно нам с тобой, товарищ большротый мой, ох, как крошится наш табак, щелкунчик, дружок, дурак, а мог бы жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом, да видно нельзя никак». Он сам был в этот миг деревянным щелкунчиком, с большим закрытым ртом, готовым раскрыться как бы на шарнирах и раздавить Майковского как орех. Сухо обменявшись рукопожатием, они молча разошлись. Майковский довольно долго еще смотрел вслед гордо удалявшемуся Мандельштаму, но вдруг метнув в мою сторону как особенно сверкнувший взгляд, протянул руку как на эстраде и голосом полного восхищения даже гордостью произнес на весь магазин из Мандельштама «Россия, лето, лорелея!» А теперь повернулся ко мне, как желая сказать «А, каковы стихи!» Гениально! Это была концовка Мандельштамовского декабриста. «Все перепуталась, все перепуталась и некому сказать, что постепенно холодея!» Все перепуталась и сладко повторять «Россия, лето, лорелея!» В отношении к прошлому будущее находится в настоящем. В отношении к будущему настоящее находится в прошлом. Так где же нахожусь я сам? Неужели для меня теперь нет постоянного места в мире? Или теперь это то же самое, что тогда? Ну, так что ж, сказал теперь, Маяковский, усаживаясь на диван, вы хозяин, я гость, занимайте, я вас, меня, мчать, болтая, будто бы весна, свободно и раскованно, вот именно. Ох, какие мы были тогда остряки. Давайте, расскажите что-нибудь раскованное о Блоке, ведь вы с ней встречались. Хотите? О моей одной исторической встрече с Александром Блоком еще до революции в Петрограде. У Лилечки именины, не знаю, что подарить. Спрашиваю у нее прямо, что подарить, а у Собова в кармане, сами понимаете. Нищий, дрожу, а вдруг захочет торт. Выбродить себе от гурме или орхидея, может себе представить Эйлера. Жуть, но она потребовала книгу стихов Блока с автографом. Но как же я это сделаю, если я с Блоком в сущности даже не знаком, тем более футурист, а он символист. Еще с лестницы чего доброго спустит. Это ваше дело. Положение пиковое, но если Лилечка велела, о чем-то может быть речь. Сшатался с лестницы, слышал, живет на офицерской. Мчусь на офицерскую. Пятый этаж. Вбежал, весь в пене. Задыхаюсь, дверь здесь сточусь. Открывают. Не могу ли видеть поэта Александра Блока? Как доложить, так прямо и режу. Доложить, что футурист Маяковский. А сам думаю про себя. Нахал, мальчишка, опаш, щен, оборванец. Никому неизвестен, кроме друзей и знакомых. Он Блок. Нет, вы так вообразите себе. Напрягите всю свою фантазию. Александр Блок. Великий поэт. Сам кумир. По вечерам над ресторанами. Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо. А и стою, жду. Сейчас спустят с лестницы. Ну, что ж, не так ж высоко. Всего пять этажей пустяки. Но все-таки. Однако нет. Не спустили. Услышав, мой голос выходит в переднюю. Лично. Собственноручно. Впервые вижу вблизи любопытно все-таки живой гений. При желании мог даже потрогать. Александр Блок. Величественно. И благосклонно. С оттенком мировой скорби. Вы, Маяковский. Я, Маяковский. Рад, что оказали мне честь. Этак, значительно. Знал, что вы придете. Чувствовал. Давно жду встречи с вами. И вводит в свой кабинет. Ну, конечно, кабинет не то, что ваш с юбилейной чернильницей от Полтавского земства. Сами понимаете, книги, корректуры, письмо трагической актрисы. Розы поставьте на стол. Приходилось их ставить на стол. Садитесь. Сажусь. Не знаю, куда спрятать ботинки. Один из них сладкий. Неловко. Сижу, как на еже. Несколько раз порываюсь чего-нибудь насчет книги и стихов с автографом. Но он не дает сказать ни одного слова. Сам. Подавляет величие. И что самое ужасное. Чувствую, что придает моему визиту всемирно-литературное значение. Высший исторический смысл. Свидание монархов. Встреча символизма с футуризмом. Вы, говорит, уходим. А вы, говорит, приходите. Мы прошлое, вы будущее. Футуризм идет на смену символизму. Вы наша смерть. Приемлю в вашем лице грядущий мир. И, конечно, русской литературы. Хотя вы бросаете Пушкина с парохода современности. Дался им все вот несчастный пароход современности. Даже мама говорила. Зачем тебе-то, Володечка? Знал бы, не подписывал бы. И вообще, говорит. Маринетти, у вас, Маяковский, особенная стать с радостью и печалью. Приемлю ваш приход ко мне. Это было предопределено. В один роковой миг будущее всегда появляется на пороге прошлого. Я прошлое, вы будущее, вы возмездие. У нас с вами будет длинная беседа. И так далее по принципу. Гомяфутуризм символизмом шпынял, заключив реализмом. От дома Лилечка с нетерпением ждет автографа. Представляете мое состояние? Без этого автографа мне хоть совсем не возвращаться. Сказала, не пустит. И не пустит. Положение безвыходное. А вам все свое. Мировая музыка, судьба мира, судьба России. Вы согласны, спрашивают. Не так ли? А если не согласны, давайте спорить. В споре рождается истина. Хоть мы идем и разными путями, но я глубокий поклонник вашего таланта. Даже если хотите ученик, ваши хлебников. Хлебников гений. Вы до известной степени тоже. Но тут он для красного словца немножко загнул, потому что, как впоследствии выяснилось, один из вариантов его стихотворения в день приходил, как всегда, в сумасшествии тихом содержат такие строчки. Хлебников и Маяковский набавили цену на книги, так что приказчику Вольфа не мог их продать без улыбки. О, как уел. Это срофа, заметил Маяковский, тогда почему-то в печать не попало. А жаль. Все-таки реклама. Хотя была воткнута ироническая шпилька, футуристические зады, но не в этом дело. Дело в том, что время неумолимо шло, а собственноручной подписи блока все нет и нет. Терпел час, терпел два, наконец, не выдержал, а озверел, лопнул, прерывая у блока на самом интересном месте. Извините, Александр Александрович, договорим, как мыть после. А сейчас не подарите мне экземплярчик ваших стихов с собственноручной надписью «Мечта моей жизни». И отрешенно улыбается. Ну, вижу, феерически польщен. Даже не скрывает, у меня ни одного экземпляра, все разобрали. Но для вас только подождите, не пишите Маяковскому, пишите. Лилии Юрьевне Брик. Вот как? Спросил с неприятным удивлением. Впрочем, говорит, извольте. Мне безразлично. И с выражением высокомерия расчеркнулся на книжке. А мне только того и надо. Виноват, куда же вы? Тороплюсь. До свидания. И кубарем вниз по лестнице, по улице. Одна нога здесь, другая на Невском. Так что брюки трещали в ходу вверх. По лестнице в дверях лиличка. Ну что? Достал. Рассеялась. Впустила. Смеркалась. Я хотел включить свет, но Маяковский остановил меня. Величественным мгновением руки. Не надо. Будем экономить электроэнергию. Я сбегал на Сретенку в гастроном купить что-нибудь поесть. Но полки были пустые. В витрине виднелись деревянные малежи окороков и красноголовы голландского сыра. В отделе закусок были выставлены штабеля пачек злакового кофе. И возвышались горы чего-то тошнотворно-перламутрого, Потогнетающие над всю бычьи семенники. Но шампанское щемелось, хотя и в ограниченном количестве. Я принес бутылку полусухого абраудюрсо и поставил на зеленом сухне письменного стола. К сожалению, больше ничего не достал. Он смехнулся. Половина лица и характерная для его улыбки толстая складка оползла вокруг его рта, Сделав выражение его лица с косыми сколами и щебали саркастическими. — Фазанов не достали? — Диловита спросил. — Фазанов не достал. — Я вам никогда не рассказывал. — Про что? — Про Фазанов. — Нет. — Многое потеряли. Из эпохи моей голодной юности. Мою автобиографию, надеюсь, читали. Называется «Я сам». Там есть глава под заглавием «Кокова». Начинается эпически. Семизнакомая система. Семипольная. Установил семь обедающих знакомств. В воскресенье — Ямчуковского. Понедельник — Еврейнов и так далее. Так вот, о Еврейнове. Вы знаете, что такое Еврейнов? Нет, вы не знаете, что такое Еврейнов. Известнейший в свое время режиссер. Сноп, теоретик, эстет, создатель знаменитого театра для себя. Барин, дворянин любил покровительствовать молодым гением. Пытался даже подкармливать. Я был в то время молодой гением. Прихожу однажды к Еврейнову подкармливаться. Голодный, как черт. Валаф съел. А, Маяковский, рад вас видеть. Вытирайте ноги и входите. Вы, наверное, не против хорошего ужина. По лицу вижу. Гении всегда голодают. Но сейчас мы все это устроим. Фазанов любите? Господи, думаю, каких там еще фазанов? Мне бы любительской колбасы с французской булкой. Фонта полтора до чаю с сахаром в накладку. Стаханов шесть. А то каких-то фазанов. Ну, ничего не поделаешь. Театр для себя. Принимаю великосветский вид. И небрежно роняю. Фазанов обожаю. Превосходно. Великолепным жестом Еврейнов нажимает кнопку электрического звонка. И появляется горняшечка в круженой наколке. Поля, говорит томный Еврейнов, запахиваясь в шелковый колодок. Молодой гениальный поэт проголодался. Пойдите на кухню, узнаете там. Остались это фазаны. И ведите подать молодому человеку. Слушаюсь. Садитесь, Маяковский. Сейчас вам подадут холодных фазанов. По-моему, это самый изысканный завтрак. Холодные фазаны. Бисмарк всегда ел за завтраком холодных фазанов. И он, подлец, так вкусно произнес на немецкий манер слово фазаны, что у меня слюнки потекли, прям-таки, как вожи. Однако, видишь, вы большой гурман, говорит Еврейнов. И в это время входит горнишная. Николай Николаевич, фазанов не осталось. Видите, Маяковский, к сожалению, фазанов не осталось. Огорченно проноси Еврейнов, разводя руками. Ничего не поделаешь. Придется вам сегодня остаться без ужина. Представьте себе, Катайич. Я чуть не заплакал от огорчения. А он ничего. Закал разговор о Гордоне Крэгге, метр Линке. Это у него называлось театр для себя. Выпьем по этому случаю шампанского, предложил я. Сколько раз я говорил вам, чтобы вы никогда не произносили этого глупого слова. Только выскочки порвеню, кричат на весь кабак. Шампанского! А всякий уважающий себя человек должен быть вино. А уж все окружающие должны сразу понять, что раз вы говорите вино, то имеете в виду именно шампанское, а не что-нибудь другое. И в ресторане никогда не кричите шампанского. Заказывайте официант в полголоса, но внушительно. Будьте так добрые, принесите мне вина. Он поймет, уж будьте уверены, принесет, что надо. Чтобы не вызвать язвительной полуулыбки у Маяковского, который не переваривал хлопание пробок, хотя и вполне признавал волшебную звукопись, шипение пенистых бокалов и пунша пламень голубой, и вошел и пробка в потолок. Я снял железную скобку почти совсем бесшумно, отвинтил пробку Абрау-Дюрсо и скромно налил в наш стакан и шипучее вино. Маяковский его только пригубил, видно, не хотел пить. Он вообще пил немного, преимущественно легкое виноградное вино, в чем сказывалось его грузинское происхождение. Только нога ступила в Кавказ, я вспомнил, что я грузин. Водку совсем не признавал. С презрением говорил, что водку пьют лишь чеховские чиновники. Мы долго молчали, думая каждый о своем. Не знаю, о чем думал Маяковский, но он все время как бы к чему-то прислушивался, ожидал чего-то. Я же думал о нем, которого с давних пор страстно любил, как поэта, считая его равным Пушкину. Каким же в сущности был этот человек, задумчиво, но прямо сидевший в темноватой комнате на диване под ленинградской афишей моего, провалившегося авангарда. Горький однажды сказал при мне, полушутя, полусерьезно, что он же не человек, а учреждение. В чем-то был прав. Про Маяковского же, несмотря на всю его громадную общественно-политическую, в том числе и организационную работу, поэта-главаря, новатора, создавшего новый русский поэтический язык, работу, которую Маяковский не установил ни меньше Горького, его никак нельзя было назвать учреждением. Он всегда оставался только человеком, великим художником слова, новатором-революционером с очень сложным, противоречивым характером и нежной, легко ранимой душой, истыканной в дымы и в пальцы. Недавно в этой же комнате Мейерхольд, засидевшись до зари со свойственным страстью, преувеличениями, развивал план тургеневских отцов и детей для обстановки в кинематографе. Фильм должен был начаться с черной классной доски, на которой Базаров рисует мелом схему человеческой грудной клетки. Белые ребра. И в них, как в темнице, за решеткой нарисованное человеческое сердце, бьющие сначала ритмично и размеренно, подчиняясь закону кровообращения, а потом трепещущие, скачущие и вдруг замирающие в последней ганульсе. Базаров, нигилист, вздор, торопливо говорил Мейерхольд своим сиплым голосом, закидывая назад узкую голову с большой беспорядочной шевелюрой, потому что его носатый профиль поле шинели временами принимал совсем горизонтальное положение. Базаров умирает не от заражения кровли. Базаров умирает от любви, убивает страсть к женщине. Да, да, вот именно, безумная страсть. Базаров обводит углем на своей груди место, где у него колотится сердце. Он сам с ужасом замечает, что его сердце сжимается от любви, от страсти, от желания. План постановки разработан у меня до последнего кадра. Кто же будет Базаров, спросил я. А Хлопков, ответил Мейерхольд, я вижу Ахлопкова. Только Ахлопкова и никого другого. И вдруг, повернув ко мне лицо, которое в фаз казалось настолько узким, что как бы имело только два измерения, а в третьем вовсе не просматривалось, воскликнул. Нет, не Хлопков, ведь Базаров был футурист. Есть только один настоящий Базаров, который сможет умереть от любви. Маяковский, тем более, что он сам очень хороший актер. Зина, ты согласна, что Маяковский очень хороший актер в жизни? Он должен сыграть у меня Базарова. Он уже много раз снимался для синематографа, но только не подал в руки настоящего режиссера. Наконец он автор нашего театра. Мы его уговорим. И тут же он стал развивать уже другой совсем план. План постройки для его театра, совершенно нового помещения. Это будет театр-арена. Зрители вокруг, почти вокруг. Вокруг на три четверти, на четыре пятых. Товарищи, представьте себе. Все больше и больше распалялся Мейрхольд, взбивая длинными пальцами свою высокую шевелюру и шагая, как на шарнирах по комнате, то сгорбившись в три погибли, то закидывая голову назад и резко поворачиваясь. Для открытия отелла. Совершенно пустая сцена, где абсолютно ничего нет, кроме громадного во всю арену одноцветного ковра. Ярко-малинного. Что? Зеленого. Вот видите, Зина хоть что-то зеленого. Она не совсем права, но тем лучше. Громаднейший во всю арену. Без единой морщинки. Темно-зеленый ковер. Ослепитное, ярко освещенное сверху в себе прожекторами. И в самом центре этого ковра. Нет, не в центре, а чуть-чуть вне центра, но все-таки посредине. Маленький. Он сделал паузу и сладостно зажмурившись, протянул руку, как подержав в своих пальцах, длинных, как у погонений, ещет воздушное, легкое, маленькое, волшебное. И посредине этого ярко освещенного, зеленого, он нажал пальцы. Маленький, совсем крошечный, но пронзительно заметный из самых отдаленных точек зрительного зала кружевной платочек с вышедшей уголки, а земляничкой больше ничего. Это есть отелла. Это есть подлинный, настоящий Шекспир. Неправда, это гениально просто. Гениально-то гениально, подумал я. Но и все-таки Шекспир, а не Маяковского, он мечтает там поставить для открытия своего ультрасовременного нового театра арены. Почему же все-таки не Маяковского? Неужели время Маяковского, зенит его славы, прошло, или во всяком случае проходит? Не стал это чувствовать с некоторых пор и сам Маяковский. Все тяжелее становилось ему переваливать года. Это уж был совсем не тот Маяковский первых лет революции, которого я некогда видел в Харькове в дни поволжского голода. Очень хорошо об этом, Олеший. Мы с Валентином Катаевым сидели в ложе и с неистовым любопытством ждали выхода на сцену того, чье выступление так что возвестил председатель. На сцене не было ничего, кроме столика, за которым сидел президиум, по всей вероятности, люди из городского комитета партии, из редакции, из руководства комсомола пустая огромная сцена в глубине ее голой стены даже с кем-то балконами. Не только я и Катаев, два молодых поэта, охвачены волнением. Назад мы не оглядываемся, так что не можем определить, что переживает весь театр, но те, кто сидят за столиком, люди бывалые, да еще и настроенные, как-то чувствуются скептически, вперились, видимых глазами туда, в тайну кулис. Я был уверен, что войдет человек театрального вида, рыжий волос и почти буфон. Такое представление о Маяковском могло все же возникнуть у нас, ведь мы-то знали о желтой кофте, о литературных скандалах в прошлом. Совсем иной человек появился из-за кулис. Безусловно, он поразил нас тем, что оказался очень рослым, поразил тем, что из-под чела его смотрели необыкновенной силой и красоты глаза, но это вышел в общем обычного советского вида несколько усталый человек в полушубке с барашком воротником и в барашковой же чуть сдвинутой назад шапке. «Хорошо помню и я этот вечер. Ингулов в президиуме, может быть, рядом с ним и Клавдия Заремба и Маяковского. Так прекрасно описано у Олешей. Однако, я бы не сказал, что Маяковский был в полушубке с барашковым воротником и барашковой шапке. Это не точно. Я бы сказал так. На Маяковском было темно-серое, зимнее, короткое до колен полупальто с черным каракулевым воротником. Скорее, черная, но не шапка, а скорее круглая, неглубокая шапочка. Действительно, несколько сдвинутый на затылок, открывая весь слоп и части остриженные под машинку головы. Он вышел сбоку и, сделав строевой шаг с левой ноги вперед, громко сказал, как бы подавая самому себе команду, «РАЗ!» Это был не счет шагов, а первое слово знаменитого «Левого марша» «РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ в марше!» «Словесное не место, кляузе!» «Тише, оратор, и ваше слово, товарищ Маузер!» Это была ее программная вещь, и с особенной энергией он отбивал ее твердореволюционный ритм, точно гвозди вколачивал в голые доски сцены. «Левой, левой, левой!» Потом он, не передохнув, прочитал от начала до конца свою громадную, совсем недавно написанную, уже известную нам с Олешей анонимную поэму «Сто пятьдесят миллионов», потрясшую на своим неистовством. «Вытни из слезного нежного ложа, Боже, железный, огненный Боже, Боже и не Марсов, не Птунов и век, Боже из мяса, Бог человек». Чугун, нашагая по эстраде, он сделал такой жест, как будто вдруг выхватил из кармана на бедре пистолет и направил его в зрительный зал. «Пули погуще парабелым, в гущу бегущим грянь парабелум». Затем его голос загремел яростно, и он не произнес, как-то проскрежетал «Самое это с донышка душ, жаром, жжением, железом, светом, жарь, жги, режь, ружь!» И когда он дошел до сека «Мы тебя догонаем, мир романтик!» то нам в Солешей показалось, что он смотрит прямо на нас своими прекрасными грозными глазами. Мы даже немножко подались вглубь ложи, прикрыв глаза как слишком яркого света. «Вместо вер», продолжал греметь Маяковский, «в душе электричество пар, вместо нищих всех миров богатство прикарманти!» И тут впервые до нас полностью дошла безусловно самое страшное, беспощадная кровавая строчка во всей мировой революционной поэзии, которая, когда мы читали ее глазами в книге, как-то ускользала от нас, теперь неожиданно раскрылась во всей своей невероятной силе, обрушилась на нас, как взорванная стена. «Стар убивать на пепельнице черепа!» Это было так страшно, что даже потом, когда, переменив манеру чтения, Маяковский почти пропел в стилизованно-русской частушечной манере строчки в Америке. «Мир из света частей собирая квинтет», одарил ее мощью магической, город в ней стоит на одном винте, весь электродинамомеханический, мы уж не могли оценить их по достоинству. Илья Кудомаяковский до последней степени усталый, потирая шапкой блестящей от пота свою коротко остриженную голову, в последнем усилии, напрягая свой ракочущий сорванный голос, бросил в черный молчаливый зал концовку своей героической поэмы. «Цвети, земля, в молодьбе и сея тебе! Это тебе революция и кровавая Ильяда, голодных годов Одиссея тебе! Мы очнулись и Тони сразу и впервые поняли, что собой по-настоящему представляет Маяковский его подлинный масштаб. По самой своей духовной сути он был поэт трагический и только на этом пути мог создавать действительно гениальные вещи. Тема вечной неразделимой любви и смерти всегда находилась в центре его творчества, его человеческой личности. Каждая его поэма рождение души по мукам, гибель и затем апофеоз воскресения для новой неслыханно прекрасной и справедливой, вечно счастливой, идеальной общей человеческой жизни. В поэме Владимир Ильич Ленин то же самое. Тема смерти переходит в апофеоз. Выше солнце стало величайшим коммунистом и организатором даже сама Ильичева смерть. Рабы разгибайте спины и колени, армия пролетарии, встань стройна, да здравствует революция радостная и скорая, это единственное великая война из всех, какие знала история. Он жаждал революции радостной и скорой. Одна из моих любимейших вещей Маяковского хорошо, где в трагическом заливе уличных октябрьских костров так неповторимо прекрасно тонула осея блока, тоже заканчивается апофеозом, жизнь прекрасна и удивительна. Я уж не говорю о поэме проэта с потрясающим романцем о мальчике самоубийце. Вата, снег, мальчишка, шел по вате, вата в золоте, чего уж пошла вате, но такая грусть, что с той грустью ранься, расплывайся в процыганином романсе. Мальчик шел в закат, глаза устали, был закат непревзойд зима желтым, даже снег желтел тверской заставе, ничего не видя, мальчик шел, шел, вдруг встал, вшел круг сталь, сейчас закат смотрел глаза устали, за мальчишкой легшую кайму, снег хрустел, разламывал суставы, для чьего, зачем, кому, был вором ветром мальчишка, обыском попало ветру мальчишки записка, стал ветер Петровскому парку звонить, прощайте, кончаю, прошу, не винить, да чего ж на меня похож. Когда я впервые услышал те строки исповедь, прочитанные Маяковским с эстрады Политехнического музея, перед стулом, на котором висел его пиджак и узкий галстук, мне сразу же представился другой Маяковский, автор поэмы «Люблю, нищий мальчишка, мечтающий о вечной, единственной великой любви. Любить, пожалуйста, рубликов заст, а я, бездомный, ручище, в рваный в карман засунул и шлялся глазаст. Для Маяковского, да и для всех других поэтов, время шло по вертикали сверху вниз, так он записывал свои строки. Для меня же время идет по горизонтали, туда или даже иногда обратно, поэтому я записываю стеклотворные строчки в одном направлении по течению времени. Однажды ночью мы шли с ним по горизонтали пустынной Мясницкой, он заходил ко мне в Маяков, я пошел проводить его до Лубянского проезда на Несерово, я просил его как-нибудь прочесть мне облако в штанах. Он остановился, посмотрел на меня из-под лобья, неожиданно рявкнул на всю улицу, разевая свою львиную пасть. Редчайшая бестактность! Я струхнул, почему же бестактность? Простите, но мне уж давно так хотелось, почти все ваши вещи слышал в вашем исполнении, а облако не слышал, не пришлось. Он взъярился еще пуще. Облако в штанах, заревел он, а почему вы не просите меня прочесть хорошо, почему? В его голос его ловил горечь. Что думаете, облако лучше? А я считаю, что хорошо лучше, хорошо это лучше мое произведение, и вообще, снова поднял он свой разъяренный голос, никогда не смейте просить поэта прочесть что-нибудь старое, вчерашнее, нет хуже оскорблений, потому что у настоящего мастера каждая новая вещь должна быть лучше прежних, а если она хуже, то значит поэт кончился, и во всяком случае кончается, и говорить им об этом феерическая бестакность, зарубите себе на носу феерическая. Я понял, что совсем не желая этого, коснулся самого его больного места. Все меньше любится, все меньше дерзается, и лоб мой время с разбега крушит, приходит страшнейший из амортизаций, амортизация сердца и души. Сумерки продолжались, Маяковский проницательно посмотрел на меня и улыбнулся половиной лица. Катаич, у меня сложилось такое впечатление, что у вас назначено свидание, вам надо сломя голову мчат, чтоб не опоздать, а вы стесняетесь сказать мне это. Я был молод, когда познакомился с Маяковским, пишет Олеша, однако любое любовное свидание я мог забыть, не пойти на него, если знал, что этот час проведу с Маяковским. Я тоже любил Маяковского не менее сильно, чем Олеша, и я тоже был молод, даже ради него не мог нарушить данного слову. Он поощрительно кивнул мне головой. Оставив Маяковского одного в своей комнате, я вышел из дома, мобилизовав все виды транспорта, слетал туда и обратно, извинился, отменил, перенес, поцеловал, обнял, и, вернувшись через сорок минут, нашел его все на том же месте, возле совсем посиневшего окна. «Простите», сказал я, он невесело улыбнулся одна щекой, «Понимаю вас», и пояснил своим любимым четверостишем из Онегина, «Я знаю, век уж мой измерен, на что продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». В этот миг вдруг раздался звонок до сих пор молчавшего телефона. По-видимому наступил тот московский час, когда знакомые начинали перезваниваться, сговорились где провести сегодняшний вечерок. В последнее время почти каждый день почему-то собирались у меня, так что моя квартира превратилась в подобие ночного клуба. Едва я успел снять трубку, как Маяковский стремительно шагнул ко мне и сделал повелительный жест рукой, обозначавший приказание, прежде чем ответить, прикрыть телефонную трубку, что я и выполнил. Кто звонит, спросил Маяковский. Сейчас узнаем. Дальнейшее происходило так. Я спрашивал, кто говорит, закрывал ладонью трубку и в полголоса сообщал Маяковскому имя звонившего, а он несколько мгновений подумав, утвердительно или отрицательно, но чаще отрицательно кивал головой, иногда прибавлял при этом что-нибудь вроде пусть приходит или оно я к черту, а то еще значительно похуже. покорно говорил в трубку, я сегодня вечером занят или приходите. В этот день как раз звонило особенно много разного народа, и Маяковский как золотоискатель самым тщательным образом промывал звонки, оставляя редкие крупинки чистого золота тех людей, которые должны были сегодня вечером составить ему компанию. Было трудно понять, чем он руководствовался при этом выборе. Удивлялось, что он отверг некоторых своих общепринятых друзей, товарищей по леву, и сделает с выражением, я бы даже сказал, яростного отвращения. А пошел он. Такая же участь постигла одного очень известного поэта другого лагеря, позвонившего мне в этот вечер. Не надо, гукнул Маяковский, махнув рукой и повернулся спиной к телефону. Он недавно вступил в раб. Конечно, уж страшно раскаивался, поспешил, погорячился, сделал ложный шаг. Я думаю, что он же понимал, что в сущности раб такой же вздор, лев литературная позиция не больше. До живого же Маяковского человека, фуэта, сложного и очень противоречивого, независимого и одинокого, как Пушкин, большинству из них не было никакого дела. Для них и для футуристов в прошлом, а на ней левов, в том числе, он был счастливая находка, выгоднейший лидер, человек громадной пробивной силы, за широкой спиной, которого можно было пролезть без билета в историю русской литературы. Рай для примазавшихся посредственностей, оперативных молодых людей, врицавших своим липовым левовством, которые облепили Маяковского со всех сторон, общими усилиями, принижая его до своего провинциального уровня, наросли на нем, как ракушки на киле океанского корабля, мешая его ходу. Он был в отчаянии, он не знал, как от них избавиться, от всех этих доморощенных левов, невежественных и самонадеянных теоретиков, высасывающих теорию и литературы из гимназических учебников старших классов. Каких только монстров не было среди них. Был даже один среднего размера карлик, страшный инноватор, формалист и революционер в искусстве, разумеется, превратившийся с течением времени в самого вульгарного, благонамеренного, наукообразного строчкогона консерватора, имеющего репутацию большого знатока литературы, фельдшер, выдающий себя за доктора медицины. Поэт, неустанно боровшийся за освобождение человека от всех видов духовного рабства, незаметно для самого себя, превратился в раба по рукам и ногам скованного предрассудками так называемой литературной борьбы, которую совсем недавно сам же публично назвал литературным мордобоем не в буквальном смысле слова, а в самом хорошем. Ну, пусть даже так, в самом хорошем смысле. Но страшно было подумать, сколько он потратил своих драгоценнейших душевных сил на весь этот вздор. Теперь он как бы вдруг на моих глазах сбросил свете оковы и стал безгранично свободным, как подобало поэту, одна лишь поэма которого стоила в тысячу раз дороже всех внутри литературных скандалов и направлений вместе взятых. Пора великих превращений начиналась в него с возвращения внутренней свободы, душевной раскованности. Ему же не надо было в угоду чьей-то выдуманной теории наступать на горло собственной песни. Вычеркивайте своих стихов поразительные по сей куски, как случилось со знаменитым. Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят, что ж, по родной стране пройду страной, как проходит косой дождь. За одно это четверостише, по-моему, ему нужно было поставить памятник. Его пришлось в угоду кому-то, или чему-то публично за это четверостише каяться, называя его райским хвостиком, приделанным к одной из своих неуклюжих бегемотов стихов. Добавляя при этом, несмотря на всю эту романсовую чувствительность, публик хватает соплотки, и эти красивые подмоченные дождем перышки выжвал. Какие же унижения при этом должен был испытывать он, мастер, отлично знающий настоящую цену этим своим строчкам. Что же заставило его так несправедливо, а главное неверно назвать одни из своих лучших строк подмоченной. А бесконечные унижения, связанные с оскорбительным прохождением через тогдашний глав репертком комедии Баня, где он так блестяще дрался на два фронта против правых оппортунистов и левых загибщиков. Сначала все шло как будто хорошо, чтение в фойе театра Мейрхольда, там, где сейчас зал имени Чайковского, окна триумфальную, а не площадь Маяковского, с его памятником, на месте которого тогда был зеленый провинциальный сквер, и вокруг него, как заводные игрушки, бегали, роняя искр еще не вполне устаревшие электрические трамваи, те самые московские трамваи времен юного Маяковского, о которых он так замечательно сказал, язык трамвайский, вы понимаете, еще более замечательно, тысячу поцелуев покрою умную морду трамвая. Над домиком трамвайной станции, над нестриженной зеленью сквера, виднелись отовсюду знаменитые часы, как сказал бы Олеша, бочка счастья, знаменитые электрические часы, под которыми обычно назначались в Москве наиболее важные любовные свидания, в том числе, конечно, назначались самим Маяковским. Пыльное, особенно бесприютное какое-то при свете буднего дня фойе, где ничего не говорило о том, что это фойе всемирно известного театра режиссера-новатора, каждая новая постановка которого события, драка, скандал. Скрипучие старые венские стулья, расставленные, как попало, перед маленьким кухонным, ничем не покрытым столиком с графином водопроводной воды и полоскательницей уже полный скиш хокурков. Но зато какие люди! цвет театрального мира, цвет художественной интеллигенции. Писатели, которых притащился бы Маяковский, были Эрдман, Зощенко, Бабель, Вольпин, так и сам Мерхольд, элегантно за трапезной, свьющимся, полуразвязанным, узким, сильно поношенным, но тем не менее явно парижским галстуком, заброшенный назад за плечи носатой головой и музыкальными руками, так странно движущимися, что можно поклясться, что их не идея, по крайней мере, четыре, как у индийского божества. Это не я придумал, так он написал Борис Григорьев, как раз даже в цилиндре, несколько рук в белых перчатках, а может быть и не Григорьев, не помню. Кажется, даже пришли кое-кто из мхатовцев, так сказать, лазутчики из враждебного лагеря Аки. Наверное, Марков, Паша, как мы его тогда называли, со своими вздернутыми короткими черными бровями, как у самурая, и простодушно ядовитейшей улыбкой. Он уж давно втайне охотился за Маяковским, желая заставить его написать пьесу для МХАТа. Маяковский на сцене художественную, вот был бы номерок, скандал на весь скрещеный мир. Хо-хо-хо, захлебу исхотал Марков. А, собственно, почему бы и нет, ведь сам мастер Мейерхольт из тех же конюшен, бывший актер художественного театра, играл треплево, играл Шуйского в царе Федоре. Марков недавно путем невероятных трудов и хитростей затащил Маяковского в Амхат на дни Турбиных Булгакова. Маяковский улизнул после третьего акта. На вопрос Маркова, ну, что вы скажете, Маяковский ответил, не знаю, не видел хвоста, поэтому не могу и определить, что это за зверь ваш, Булгаков, крокодил или ящерица. Сняв по своему обыкновению пиджак и повесив его на спинку стула, Маяковский развернул свою рукопись, как Мейерхольд любил говорить манускрипт, хлопнул по ней ладонью и, не теряя золотого времени, на предисловие торжествующе прорычал «Баня, драма в шестидесятих», причем метнул взгляд в нашу сторону, в сторону писателей, кажется, он при этом даже задорно подмигнул. Он читал отлично, удивив всех тонким знанием украинского языка, изображая оптимистянко, причем сам с трудом удерживался от смеха, с усилием переводя его в однобокую улыбку, толстый, подковообразной морщиной, огибающий край его крупного рта, с окурком толстой папиросы, госбанком. После чтения, как водится, начались дебаты, которые с легкой руки свелись в общем к тому, что, слава богу, среди нас наконец появился новый мольер. Как говорится, читка прошла на ура. И по дороге домой Маяковский был в прекрасном настроении и все время допытывался, не кажется ли нам, что в шестом действии чего-то не хватает. Чего же? Не знаю, вам, как автору всемирно популярной вишневой квадратуры, должно быть виднее. Не-не-не сердитесь, это я любя. Любя вставили мой водовильчик в свою высокую комедию, зато какая реклама, так, кстати, чего же не хватает мне в шестом действии? Не знаю. А я знаю, подумав, сказал Маяковский, еще должен быть какой-то вставной номер о пафосе наших дней, без этого нет равновесия, его завтра там напишу. Когда мы на другой день встретились с ним случайно, на большой Дмитровке против ломбарда, он сразу рассказал, только что написал, именно то, чего не хватало. Он достал с бокового кармана в четверо сложен лист графленой бумаги, но не стал в нее смотреть, даже не развернул, а продолжая идти по улице, под ногу прочел марш времени. шагай, шагай, страна быстрей моя, коммуну ворот, вперед, время, 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 вперед. Как вы думаете, Мерхольд понравится? Он будет в восторге, в этом же самая суть нашей сегодняшней жизни, время, вперед, гениальное название для романа о пятилетке, вот вы его и напишите, этот роман, хотя бы о магнитострое, название время вперед дарю, великодушно сказал Маяковский, посмотрев на меня строгими оценивающими глазами. Однако вскоре на пути бани к общему удивлению появилось множество препятствий, нечто весьма похожее на хорошо организованную травлю Маяковского. По всем правилам искусства, начиная с псевдо-марксистских статей, одного из самых беспринципных раповских критиков, кончая замалчиванием бани в газетах, и чудовищными требованиями глава Эперткома, который почти каждый день устраивал обсуждение бани в различных художественных советах, коллективах, на секциях, пленумах, президиумах, общих собраниях, где заранее подготовленные ораторы от имени советской общественности и рабочего класса подвергали Маяковского обвинениям во всех смертных литературных грехах, чуть даже не в халтуре. Дело дошло до того, что на одном из обсуждений кто-то позволил себе обвинить Маяковского в великодержавном шовинизме и издевательстве над украинским народом его языком. Никогда еще не видел Маяковского таким растерянным, подавленным, куда девалась его эстрадная хватка, убийственный юмор, посанка полубога, поражающего своих врагов одного с другим неотразимыми остротами, рождающимися мгновенно. Он первый поэт революции как бы в один миг был сведен с своего пьедестала и превращен в рядового, дюжинного, ничем не выдающегося литератора, протасхивающего свою сомнительную пьеску на сцену. Маяковский не хотел сдаться и со все убывающей энергии дрался за свою драму в шестидесятих, которые сейчас, когда я пишу эти строки, уж давно и по праву считается классической. Слушайте, Котаич, что они от меня хотят? спрашивал он почти жалобно. Вот вы тоже пишете пьесы, вас тоже так режут, это обычное явление. О-о! Я вспомнил экземпляр одной из своих пьес, настолько изуродованный красными чернилами, что Станиславский несколько дней не решался мне его показать, опасаясь, что я умру от разрыва сердца. Маяковский брал меня с собой почти на все читки. По дороге обычно советовался. А может быть читать оптимистенка без украинского акцента? Как вы думаете? Не поможет. Все-таки попробуй, чтобы не быть великодержавным шовинистом. И он пробовал. Помню, как ему трудно было читать текст своего оптимистенка без украинского акцента. Маяковский всю свою энергию тратил на то, чтобы оптимистенка получился без национальности. Никакой. Бесцветный персонаж с бесцветным языком. В таком виде баня, конечно, теряла половину своей силы, оригинальности, яркости, юмора. Но что было делать? Маяковский как мог, всеми способами спасал свое детище. Все равно не помогло. К великодержавному шовинизму на этот раз, правда, не придирались, нас до обвинили в барске пренебрежительном отношении к рабочему классу. Что это за Велосипяткин, что это за Фоскин, Двойкин, Тройкин и издевается над рабочей молодежью, над комсомолом, да и образ Победоносикова подозрительный. На кого намекает автор? И прав товарищ Мартышкин, когда отмечает, что характеры, собранные Маяковским, далеко не отвечают требованиям единственно правильной марксистской теории живого человека. Так что учтите это, товарищи Маяковских, пока еще не поздно, пока вы еще не скатились в мелкобуржуазное болото. Запрещаете? Нет, не запрещаем. Значит, разрешаете? Не разрешаем. А что же? А то, что сделаете для себя надлежащие выводы, если не хотите из левого попутчика превратиться в попутчика правого, а то еще похуже. Маяковский метался по фанерному закутку среди приказов пожелтевших плакатов, кого с трудом пробивая сквозь слоеные облака табачного дыма, висевшего над столом с блюдечками, наполненными окурками, с исписанными листами газетного срыва, с обкусными карандашами и чернильницами непроливайками, с лиловыми чернилами, отливающими сухим металлическим блеском. И за его острыми, угловатыми движениями с каменным равнодушием следили разнообразные глаза, распаренных многочасовым заседанием членов этого адского художественного совета образца 1929 года, как бы беззвучно, но зловеще повторявших в такт его крупных шагов очернительство, очернительство, очернительство. Особенно душил его сам председатель, доведя Маяковского до того, что однажды он в поезде красная стрела Москва-Ленинград, стоя в коридоре международного спального вагона, держа в руке стакан чаю в тяжелом мельхеровом подстаканнике, поставив толстую подошву своего башмака на медную панель отопления, яростно перетирая окурок боковыми зубами и глядя в окно на проносящиеся мимо парные телеграфные столбы, одна опора прямо, другая отставлена в сторону, что делало их похожими на двух чечетчников, вдруг начал читать то, что сочиненные им злейшие эпиграммы. Одна была на поэта С, и заканчивалась цитата из Крылова, и рылом подрывать у дуба корни и стала, другой говорился, и Барт поет для сходства с Байроном на русский на язык прихрамывая, а третья была такая, подмяв моих комедий и глыбы, во фрепертком сидит Гандурин, а вы Ноктюрн сыграть могли бы на этой треснувшей Бандуре. Он прочел эти эпиграммы, окружив рот железными подковами какой-то страшной беспощадной улыбки. Такую железную улыбку я видел у него несколько раз, в частности, в тот день, когда я познакомил его в редакции Красного Перца с Булгаковым, которого Маяковский считал своим идейным противником. Булгаков с нескрываемым любопытством рассматривал вблизи живого футуриста, лефовца, знаменитого поэта-революционера, его пронзительный, неистовый, жидковато-голубые глаза скользили по лицу Маяковского, и я понимал, что Булгакова ужасно хочется помериться с Маяковским силами в острову оба словили великими остряками. Некоторое время Булгаков молча настраженно ходил вокруг Маяковского, не зная, как бы его получше задрать. Маяковский стоял неподвижно, как скала. Булгаков мотнув своими блондинистыми студенческими волосами, решился. Я слышал, Владимир Владимирович, что вы обладаете неистащимой фантазией. Не может ли мне помочь советом? В данное время я пишу сатирическую повесть, и мне до зареза нужна фамилия для одного моего персонажа. Фамилия должна быть явно профессорская. И не успел еще Булгаков закончить своей фразой. Как Маяковский буквально в ту же секунду, не задумываясь, отчетливо сказал своим сочным баритеральным басом «Темерзяев!» «Сдаюсь!» воскрикнул с ядовитым восхищением Булгаков и поднял руки. Маяковский милостиво улыбнулся. Своего профессора Булгаков назвал Персиков. 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 Из воспоминаний о Маяковском Стружки. Володя, ты совсем перестал заниматься французским языком. Тише, Лиличка, не спугни, он меня сам собой зреет во рту как колос. Сколько должно быть в пьесе действий? Самое большое пять, у меня будет шесть. В конце вечеринки. Ну, товарищ Олеш уж начал говорить по-французски, пора расходиться. Сначала вы всех любите и вас все любят и все идет хорошо. Потом вас все любят кроме одной, именно той, которую вы любите. И так всегда. Плюну я, кажется, на все и буду читать свои стихи из-под полы по рублю за строчку. Коля, звезда первой величины, вот именно, первой величины четырнадцатой степени. Чем бы вы хотели больше всего на свете иметь карликового бегемотика, ручного, чтобы он сидел под столом, как собака. А есть такие, своими глазами видел в Америке, стоят шесть тысяч долларов штук. Вот он теперь опять передо мной. то сидит, то встает, то ходит, то поворачивается в совсем уж темной комнате с посиневшими окошками воплощенная метафора из облака. Меня сейчас узнать не могли бы. Жилистая громадина стонет, корчится, что может хотеться такой глыби. А глыби многое хочется, ведь для себя неважно и то, что бронзовый, и то, что сердце холодной железкою, а вот громадный горблюс в окне плавлю лбом в стекло окошечное. Ну и так далее. Прислушивался, ждал, сказал ходовую фразу, популярную тогда в нашей компании. Чарли ждет гостей, а гости не пришли. Как раз в этот миг вперед не раздался звонок. Шум голосов, вспыхнул свет, восклицание, все изменилось, еще звонок, еще восклицание. Стали подваливать выбранные Маяковским гости. Что же было потом? Обычная московская вечеринка. Завернули на огонек, сидели в столовой, чай, печенье, бутылки, три рислинга, как большая редкость, коробка шкал одного набора, по краям бумажные кружевца, а в середине серебряная длинногорлая флярочка ликерной конфеты. В виде экспромта, забавного курьеза, остатки от обеда, миска вареников с мясом, которые еще больше подчеркивали случайный характер вечеринки, ее полную непреднамеренность. Сидели тесно вокруг стола, стульев, конечно, не хватило. Мы с Маяковским рядом на большой бельевой корзине, покрытой шкурой бурого медведя. Маяковский опирался локтем на громадную, тяжелую медвежью голову, изредка ее приподнимал за черное рыло и нежно заглядывал в стеклянные карии глазки и в узкую, крашенную пасть с белыми зубками и желтыми клыками. Он был совсем не такой, как всегда, ни эстрадный, ни главарь, притихший, милый, домашний. Владимир Владимирович, хотите вареников? Благодарю вас, благодарю вас далее, благодарю вас нет. Можно себе представить, каким фейерверком острот, шуток, каламбуров взорвался в другое время, Маяковский, не упускавший ни малейшего повода устроить блестящий словесный турнир и, разумеется, выйти из него победителем. В этой области у него не было соперников. И вдруг ему предлагают вареников, простых, обыкновенных, общечеловеческих вареников с мясом, какой богатейший материал для остроумия, для словесной игры. Однако в этот вечер Маяковского как будто подменили. Он вежливо отвечает, да, благодарю вас. Он, который даже в парикмахерской требовал причешить и мне уши. За столом в этот вечер острили все, кроме Маяковского. Младые мхатовские актеры, львы, все время задирали знаменитого поэта острослова, вызывая на турнир остроумия. И без опаски пробовали свои силы, но он либо отмалчивался, либо вяло отбивался. Можно было подумать, что он вдруг под действием какого-то странного волшебства потерял дар остроумия. Но в нем в полную силу засияло другое качество. Драгоценный дар душевного тепла, доброты, нежности, скромности, всего того, что он так застенчиво таил в своем большом жарком сердце. Молодой Борис Ливанов, в те времена еще подававший большие надежды, красавец, актер, рост почти с Маяковского, может быть, на два пальца ниже, обаятельный простакой герой-любовник, уже хлебнувший сладкой отравы сценического успеха, весельчак и душа парень жар дал помериться островым с Маяковским и все время задирался, подбрасывал ему на приманку едкие шуточки, однако безрезультатно. Маяковский отмалчивался. Не отставал от Маяковского и молодой Яншин, тоже уже знаменитый на всю Москву, прославившийся в роли лариотика в наимоднейшей пьесе Булгакова «Дни Турбиных», тоненький, немного инфантильный, мягко-ритмичный, полный скрытого мягкого юмора и лишенного однако большой дозы сарказма. Такому пальца в рот не клади, не доверяй его детской улыбке. Если наскоки Ливана и Анна Маяковского имели характер железных перчаток, вызовы на турнир, то реплики Яншина, сказанные слабым, невинным, комедийным голоском и поданные в духе дружуточки, жалили Маяковского из-под тяжка на то же они не могли вывести Маяковского из того странного лунатического состояния, в которое он как бы погружался все глубже и глубже, лишь изредка приходя в себя, всплывая на поверхность и оглядываясь по сторонам, ища точки опоры. Человеческая память обладает пока еще необъяснимым свойством навсегда запечатлевать всякие пустяки, в то время как самые важные события оставляют еле заметный след, когда и совсем ничего не оставляют кроме какого-то общего трудно выразимого душевного ощущения, может быть даже какого-то таинственного звука. Они навсегда остаются лежать в страшной глубине на дне памяти, как потонувшие корабли, обрастая от киля до мачт фантастическими ракушками домыслов. Память моя почти ничего не сохранила из важнейших подробностей этого вечера, кроме большой руки Маяковского, его нервно движущихся пальцев. Они были все время у меня перед глазами, сбоку, рядом, которые машинально погружались в медвежью шкуру и драли ее, скубали, вырывая пучки сухих бурых волос, в то время как глаза были устремлены через стол на нору полунскую, самое последнее вовлечение, совсем молоденькую, прелестную, белокурую, с ямочками на розовых щеках, вязаной тесной кофточки с короткими рукавчиками, тоже бледно-розовой джерси, что придавало ей вид скорее юные спортсменки, чем артистки художественного театра вспомогательного состава. Это уж была не Таракуцка, а девушка модного типа Айдобль-добль-ю, как мы тогда говорили, цитируя стихи Осеева. С немного испуганной улыбкой она писала на картонках, выломанных из конфетной коробки, ответы на записки Маяковского, которые он жестом игрока в рулетку, время от времени бросала ей через стол и, ожидая ответа, драл невычащенными ногтями пыльную шкуру медведя, царапая логово в двадцать когтей, как врелся в его до сих пор еще кразочащие поэме про это. Картонные квадратики летали через стол над миской с варениками, туда и обратно. Наконец, конфетная коробка была уничтожена, тогда Маяковский и Нора ушли в мою комнату, отрывая клочки бумаги, отчего попало, они продолжали стремительную переписку, похожую на смертельную молчаливую дуэль. Он требовал, она не соглашалась, она требовала, он не соглашался. Вечная любовная дуэль. Впервые я видел влюбленного Маяковского, влюбленного явно, открыто, страстно, во всяком случае, тогда мне казалось, что он влюблен, а может быть, он был просто болен и уже не владел своим сознанием. Всюду по квартире валялись картонные кусочки, клочки разорванных записок и яростно смертых бумажек, особенно многое было в казине под письменным столом. В третьем часу ночи главные действующие лица и гости статисток, которых мне нечего сказать, кроме хорошего, всего человек десять, стали сходиться. Маяковский торопливо кутал горло шарфом, надевал пальто искал палку и шляпу, насморочно кашлял. А вы куда? спросил и почти с испугом. Домой. У него всегда было два дома. Комната у Бриков и комната в большом доме на Лубянском проезде, где он работал. Большое, конструктивно, целесообразное шведское бюро желтого дерева, стул, железная кровать, на пустой стене небольшая, распространенная фотография Ленина на трибуне. Та самая комната, в которой я и Ленин фотографии на белой стене. Сюда я пришел однажды к Маяковскому пригласить его сотрудничать в Красном Перце. И помню его коротко остриженного под машинку, веселого, задиристого, боевого, полного жизни и энергии. Он тот же изъявил готовность стряхнуть стариной, вспомнить сатириконовские времена. Тут же, стоя во весь свой могучий рост возле этого самого шведского бюро, он предъявил журналу свои условия и обязался приходить на все редакционные, так называемые темные, от слова тема, заседания, что исполнял всегда с точностью настоящего профессионального журналиста. На первом заседании он буквально завалил нас темами, мелочишками, идеями, подписями под рисунками, так что журнал сразу засветился всеми красками Маяковской сатиры его неповторимого юмора. Мне казалось, что это было очень давно, вечность назад, хотя на самом деле прошло не более шести лет. Как сказал бы Бунин, прошло с тех пор целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных песочных часах. Внешне Маяковский мало изменился, почти совсем не постарел, но в то же время был уж совсем другим, явно отягощенным жизнью, которая каждый день требовала от него не человеческого творческого напряжения, а дачи всего себя без остатка телу революции. Впередней была обычная сумма тоха, толкотня, назначение свиданий, не разгриха кошне, шапок, пальто, кепок. Расталкивая всех локтями, подавали дамам манто. Восклицание, извинение, кто-то зевал сладко, откровенно, предрассветно, по-московски. Слышу трудное и припозное дыхание Маяковского. Вы совсем больны, у вас жар, останьте, умоляю, я устрою вас на диване. Не помещусь, отрублю вам ноги и укроете меня энциклопедическим словарем про освещение, а под голову положите юбилейный прибор вашего дяди и земц. Нет, пойду лучше домой. А Гендриков в голосе его слышалось глубокое утомление. Кланяйтесь бриком, просите, чтоб Лилия Юрьевна заварила вам малины. Брики в Лондоне мрачно пробормотал он. И мне вдруг стало поразительно ясно, как ему одиноко по вечерам в пустой квартире на Гендрикову. Что же будете один там делать, искать котлеты? Пожарив в кухне меня там всегда оставляет котлеты наша рабыня. Люблю ночью холодные котлеты. Я чувствовал, что ему совсем плохо. Прощаясь, Ливанов по московской привычке поцеловался со мной. Маяковский в это время подавал пальто норочки. Увидев, как мы с Ливановым целуемся, он вдвинулся между нами, ревниво отстранил Ливанова и, наклонившись, приблизил ко мне свое длинное скуластое лицо, показавшись мне в сумерках передней, громадным, чугулно-черным. Я никогда еще не видел его так близко и не представлял себе, каким пугающим оно может быть вблизи. Он, как бы, через уличительные стекла заглянул в мои глаза с тропливой нежностью, с отчаянием. Я почувствовал на своем лице колючее прикосновение его скуластые небритые щеки. Потом поцеловал меня громадными губами оратора, плохо приспособленными для поцелуев, и сказал, впервые обращаясь ко мне на ты, что показалось мне пугающе странным, так как он никогда не был со мною на ты. Не грусти, до свидания, старик. И сейчас же огромный, неповоротливый, со шляпой, надвинутый на нос, с горлом закутанным шарфом, вышел вслед за норой Полонской на темную, совсем не освещенную лестницу, где Яншин, приговаривая что-то своим юмористическим театральным голосом, водил по воздуху зажженной спичкой, отчего по голой стене лестничной клетки как бы пролетела тень черно-пепельных крыльев озраила. Он зигзагами метался на небольшой высоте, облетая старинные шатровые колоколинки и повторяя ломанные повороты московских улиц и переулков, метался по предрасветному городу, шуршал над крышами угловатыми складками обугленных одежд, выставив вперед на вытянутой руке обоюду острый меч. очень поздним утром меня разбудил повторный телефонный звонок. Первый я не услышал. Только что у себя на лубянском проезде застрелился Маяковский. он выстрелил себе в сердце из маленького карманного маузера и в тот же миг время для него уже потекло в другую сторону. Все перепуталось и некому сказать, что постепенно холодея, все перепуталось и сладко повторять Россия лето лорлея. Сблизив головы мы сидели в пустой холодной пивной на Никольской против Гиза за ярким от солнца ясневым столиком, желтизну которого усиливали лаковое отражение жигулевского пива, падавшее из наших стаканов, которым мы так ни разу не прикоснулись губами, охваченное холодным сиротством и говорили в полголоса о Маяковском все о нем, все о нем, напрягая все свои умственные и душевные силы, час объяснить то, что было в сущности так просто и что казалось нам тогда необъяснимым. Если бы Брики были в Москве, он бы этого не сделал, время от времени повторял Бабель с горестным изумлением, почти с ужасом, поднимая брови и оглядывая нас, олешивая меня своими маленькими, детскими, кругленькими глазками, робкими, наивными и вместе полными скрытого лукавства, озорства и еврейской иронии сейчас неуместны. Его круглые и немодные стариковские очки в тонкой оправе как нельзя больше соответствовали характеру его лица с большим лысым покатым но неровным лбом с некоторыми вогнутостями над бровями, что делало выражение его лица еще более удивленно напряженным. Утиный нос срезан на самом кончике и тонкие улыбающиеся губы изогнутые ижицы как бы готовые каждый миг раскрыться для того, чтобы медленно произнести ядовитейшие замечания как он любил выражаться замечания из жизни слушайте я вам сейчас скажу замечания из жизни обычно говорил он недавно побывал я в нашей с вами родной Одессе саркастически благостный взгляд из под очков пришел на привоз на наш с вами знаменитый привоз надеюсь вы еще не забыли его такой же самый как был при нас сидит торговка перед своей корзиной с куриными яичками и на весь привоз стонет ох это мне дороговизма но сейчас лицо его растеряно бледно на прозавевших веках слезы слушайте меня поймите мы все в этом виноваты все люди которые его любили по-настоящему его нужно было обнять может быть поцеловать сказать как мы его любим просто по-человечески пожалеть его а мы этого не делали мы стеснялись быть сентиментальными мы обращались с ним как с бронзовым уж как с памятником он был самый обыкновенный человек подверженный простудам вечно в гриппу со слабыми нервами почему ах почему его отпустили среди ночи и не оставили у себя ну разве мог хоть на один миг предположить что вот именно именно все относились к нему как к бронзовому он был божий из мяса бог человек а главное тут бабель снова посмотрел на нас на Олешу и на меня не то вопросительным не то пророческим сгадом а главное медлительно проговорил он Маяковский был слишком идеалист вы знаете женщин которые слишком страстно отдают своей любви это прекрасно но это трагично чаще всего они гибнут под учение в состоянии вынести ни малейшего охлаждения неизбежного при длительной связи жизнь оказывается для них слишком материальной их души слишком нежны слишком легко ранимы любовная лодка разбила события это крастот случай перечтите внимательно все его стихи мы просто ослепли лишились разума Олеша трюст поддакивал кивая своей великолепной большой головой причесанный аля Титус с квадратным подбородком что не соответствовало его небольшому росту он говорил да да совершенно верно бабель бесконечно прав она маяковского тысячи лет он здесь застрелился у двери любимой не поставит ли лучше точку пули в своем конце и укол кот коптел горя ночник звоню в звонок аптекаря протягивает череп яд скрестил искось на кость кому лавок потолок разверзается сам над домом вишу Олеше посмотрел своими серыми глазами слоненка вверх как бы наблюдая человека висящего над домом возбуждение он стал как всегда немножко шепелявить над бандой поэтических рвачей и выжиг сказал бабель не слушая Олеше это же не просто так для красного словца это написано кровью сердца значит есть банда понимаете подождите сказал Олеше это не самое странное самое странное даже я бы сказал необъяснимое при всей своей материальности было то что я видел вчера в Генриковом пиулке и совсем недавно мы играли в карты до рассвета вы знаете что это мозг Маяковского я его уже видел почти видел во всяком случае мимо меня пронесли мозг Маяковского и Олеше перескакивая с образа на образ рассказал нам то что потом с такой поразительной художественной точностью появилась в его книге и дня без строчки вдруг стали слышны из его комнаты громкие стуки очень громкие бессеремонно громкие так вот рубить казалось только дерево это происходило вскрытие черепа чтобы изъять мозг мы слушали в тишине полной ужаса затем из комнаты вышел человек в белом халате из спагах не то служитель не то какой-то медицинский помощник словом человек посторонний нам всем и этот человек нес таз покрытый белым платком приподнявшемся посредине и чуть образующим пирамиду как если вот солдат в спагах халате нес сырную пасху в тазу был мозг Маяковского молодой леша молодой бабель молодой и я конечно сравнительно вот сами себе казались уж не молодыми с легкой руки осеева считалось что мы никогда не встретим сорок подбирались к сорока особенно остро ощущали это сегодня когда вместе с Маяковским уходила какая-то часть нашей жизни теперь мы особенно нежно должны любить друг друга говорил бабель гладя меня и Олешу по плечам а он в это время лежал в правом крыле особняка на улице Воровского бывшей поварской описанного толстым войне и мире доме где жили Ростовы зал был узкий гроб был узкий красный по росту Маяковского длинный над гробом узкая резко обрезанная четверхугольная черная декоративная плоскость она начиналась низко над изголовьем гроба и постепенно расширяясь коса уходила вверх в никуда конструкции работы Левовца Лавинского как бы на миг приоткрывшие что-то бесконечное бездонное которое навсегда створится гроб был мелкий стоял невысоко и тело спящего Маяковского в новом заграничном костюме с артистически изогнутой кистью руки будто бы вот только что сию минуту выпустивший из побелевших пальцев стилу виднелось почти целиком стройная длинная положавая с темными волосами неестественно гладко зачесанными чего при его жизни никогда не бывало наискось через нахмуренный лоб через перенос утянулся свежий синевато чугунный шрам след падения после того как он выстрелил себе в сердце мишень щелкнула механизм сработал зажужжал иконт стала вращаться вокруг него вместе со шведским бюро железной кроватью фотографии на белой стене уж ничем нельзя было помочь и вернуть роковой порыв и даже повернуть голову прижатую страшной силой земного притяжения к полу и постепенно холодея все перепуталось все перепуталось все перепуталось в край гроба упирались ноги в больших новых очень дорогих башмаках заграничной работы на толстой подошве с остальными скобочками чтобы не сбивать носки предмет моей зависти о которых Маяковский позавчера сказал мне в полутемной комнате вечной я стоял с черно-красной повязкой на рукаве в почетном карауле у его изголовья и против себя по ту сторону лежащего Маяковского видел его маму маленькую старушку и сестер в трауре которые сидели на стульях не спуская глаз со спящей головы их Володи Алло кто говорит мама мама ваш сын прекрасно болен мама у него пожар сердца скажите сестрам люди и Оле ему уже некуда деться потом я увидел как бы все вокруг заслонившее все облитое сверкающими слезами скуластые темногубые лицо мулата я узнал пастернака его руки машинально делали такие движения будто он хотел разорвать себе грудь сломать свою грудную клетку а может быть мне только это казалось народу было еще не слишком много по углам гроба бесшумно сменялся почетный караул не помню была ли музыка наверное она не могла заглушить тишины со двора по лестнице поднимались один с другим его читатели главным образом молодежь вузовцы школьники рабочие красноармейцы курсанты юноши и девушки они шли цепочкой один с другим заплаканные помертвевшие мимо узких вазончиков с длинными бледными парниковыми розами расставленными снизу вверх на каждой ступеньке вдоль стены коридора до травелки его гробу они проходили мимо видя его может быть впервые в жизни среди них несомненно была Клавдия Заремба в старой кожаной куртке и красной жаноделовской косынке которые в то время уже становились редкостью она плакала и вытирала слезы согнутым указательным пальцем она еще была молода и в глубине ее узких таинственно темных глаз как бы светилась лунная ночь она узнала меня и грустно улыбнулась видишь какая стряслась беда сказала она крепко по-мужски пожав мне руку и вышла из зала потом она уехала на работу в Монголию он он все лежал и лежал лежал на спине уже начисто выбритый в спокойной совсем несвойственную позе только нахмуренный лоб со шрамом говорил о том с каким нечеловеческим напряжением он писал и чего стоили ему его гениальные поэмы уже собственно говоря и не он лишь в телесной оболочке лицо цвета магнолии и гладко причёсанная голова и в подошвах его башмаков так неистово виделись гвозди что казалось надюем выступали из толстых подошв он точил их но тщетно наждачным километром ницы он сбивал их булыжной москвою но зря и не выдержав пытки заплакал в районе мясницкой прислонясь к фонарю на котором горела заря на бульваре в Сочи черномазый глазастый мальчик проворно слазил на старую магнолию и принёс мне мглистую зелёную ветку с громадным цветком и мальчик и цветок напомнили мне Маяковского маяк заводит красный глаз гремит гремит мотор вдоль моря долго спит Кавказ завёрнут в бурку гор чужое море бьёт волной в каюте смертный сон как он душист цветок больной и как печален он тяжёлый смертный вкус во рту каюта узкий гроб и смерть последнюю черту кладёт на синий лоб он уже давно существовал в каком-то другом измерении я же продолжал двигаться во времени и пространстве как обычно и однажды лет тридцать тому вперёд выйдя из лифта на последнем этаже в мокрых дождевиках импер мяблях по которым ещё как бы продолжали струиться отражения разноцветных огней пасси жена и я очутились перед коричневой дверью лет сорок назад эта дверь вероятно была ещё совсем новая и в тёплой лестничной клетке хорошо пахло дорогой масляной краской полированным деревом начищенной медью помню маленькую жёлтую книжечку на столе у Бунина дверь ста печали Киплинга который вышел тогда под его редакцией оказывается Бунин очень признавал Киплинга что меня тогда крайне удивляло что общего между Буниным и Киплингом мне даже подумалось тогда что Бунин несколько рисуется любовью к Киплингу и взялся его редактирование лишь для того чтобы подработать во время своей тогдашней полуэмиграции впоследствии я понял что между ними как это ни странно много общего ощущением наступившей в мире эпохи империализма художественный космополитизм при остром чувстве своей национальной исключительности в этой лестничной клетке я уже однажды побывал 30 лет назад когда на несколько недель попал в Париж и бросился разыскивать Бунина и очутился перед этой дверью молодой взволнованный в щегольском габардиновом темно-синем макентошке на шелковой подкладке купленном у Адама в Берлине в модной вязаной рубашке в толстом шерстяном галстуке но в советской кепке побывавшей уже вместе со мной на магнитострое сдвинутой немного на ухо под Маяковского я несколько раз постучал в дверь но не получив ответ и уже было собрался уходить как вдруг дверь напротив щелкнула отворилась я увидел знакомый еще с тех пор лицо друга Бунина художника Нилуса это он некогда жил в Одессе в особняке Буковецкого на Княжевской улице на чердаке и часто не застав Бунина дома я взбирался по крутой лестнице в его мастерскую описанную в снах Чанга и читал ему вместо чтобы читать Бунину свои новые рассказы и стихи у него была запоминающаяся внешность по-моему именно с него написал Бунин портрет композитора из рассказа Ида господа сказал композитор заходя на диван и валясь на него своим коренастым тулущем господа я нынче почему-то угощаю и хочу пировать на славу раскиньте же нам услужающий самобранную скатерть как он же щедрее сказал он обращая к половому свое широкое мужицкое лицо с узкими глазками вы мои королевские замашки знаете а может быть Бунин написал героиды Сополитова Иванова теперь уже королевских замашек не было был обносившийся коротенький пиджачок который он придерживал опухшей рукой на горле но широкое монгловидное лицо с узкими глазками осталось хотя и заметно постарело утратило было оживление что угодно си спросил он по-французски вы вероятно разыскиваете господина Бунина но его в данное время нет в Париже здравствуйте Петр Александрович сказал я по-русски он осмотрел меня с ног до головы еще более сузил свои татарские глазки но без всякого удивления очень просто будто мы расстались вчера не могу сказать что вся моя жизнь была пронизана мечтой еще хоть раз увидеться с Буниным я провел несколько часов в неубранной квартире Нилуса где так по-русски на столе стоял простой эмалированный кухонный чайник лежали глубоко русские щипчики для того чтобы колоть твердый рафинад хотя сахар был французский хрупкий маленькими кубиками напили чай в прикуску дуя в блюдечке и спорили спорили до тех пор пока у нас не осипли голоса он кричал что у нас в советском союзе нет свободы а я кричал что у них во франции нет свободы а потом мы оба со слезами любви и умиления кричали о Бунине о его гениальности неповторимости недооцененности а потом он начинал расспрашивать про Россию и рассказывал ему о гигантском строительстве о днепрострое похожем в своих строительных лесах насажденную трою и о магнитогорске металлургическом гиганте волшебно возникающем в пустынных пугачевских степях где стремительно бегут косые коричневые башни буранов и вихри срывают палатки и несут их под облаками как стадо диких гусей париж конечно был как всегда обольстителен но мне не хватало в нем маяковского я жил в отеле который мне некогда порекомендовал маяковский его уж не было на свете в моей записной книжке сохранился небольшой список манпарнатских отелей продиктованных мне маяковским и среди них отель распай где и поселился сам маяковский ярый манпарнацовец обычно останавливался неподалеку в отель Чки Истрия на рюк компань премьер в маленьком дешевом номере он сидел в баре кафе Куполь где его всегда можно было застать когда он бывал в Париже на стене Куполя имеется почетная доска длинный список знаменитых завсегдатых этого заведения мне может прочесть имя Маяковского я стал завсегдатым Куполем без Маяковского Куполь казался мне пустым здесь по утрам я работал над продолжением своей хроники время вперед которое печаталось глава за главой в красной нове а фигура Маяковского как бы незримо стояла возле моего столика его марш времени гремел над советской страной приступившей к неслыханному трудовому подвигу первых пятилеток я был весь переполнен ритмами рождающегося социализма и все никак не мог оторваться от своей хроники и писал 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 где только мог и на чем только мог в записной книжке на бумажных салфетках на коробках под сигарет магнитогорск уже стал для меня городом Маяковского я нетерпеливо ждал свидания с первой уж почти готовой самой большой в мире домной стремительно шагающей по строительной площадке в своем железном расстегнутом пальто нагло выше всех остальных объектов плывущих в облаках раскаленной степной пыли навстречу тучим обураном вскоре я уехал в Москву торопясь отдать очередные главы в журнал и целый день качаясь на диване в пустом купе глотая жадно новые неизвестные мне стихи и рассказы Бунина приводившие меня в восхищение вместе как-то тягостно меня не удовлетворявшие о чем мне было трудно самому себе признаться и мне хотелось плакать от отчаяния думая о той страшной трагедии которую пережил Бунин о той непоправимой ошибке которую он совершил навсегда покинув родину и у меня не выходила из ума фраза которую мне сказал Нилс какие же у Ивана эти рожи пятьсот восемьсот экземпляров у нас бы его сдавали сотнями тысяч почти простонал я поймите как это страшно великий писатель который не имеет читателей зачем он уехал за границу ради чего ради свободы независимости строго сказал Нилс я понял Бунин променял две самые драгоценные вещи родину и революцию на чечевичную похлебку так называемой свободы так называемой независимости которых он всю жизнь добивался в чем я убедился получив от него уже после войны в 1946 году одно из лучших его книг лику где прочел следующие глубоко потрясшие меня места я заходил я заходил что было на земле поэтов романистов повествователей а сколько крест крест душа моя страданиями человечество уязвлено было этот язык это строй души я понимал я как сыщик преследовал то одного то другого прохожего глядя на его спину на его калоши стараясь что-то понять поймать в нем войти в него писать вот о крышах о калошах о спинах надо писать а вовсе не за тем чтобы бороться с произволом и насилием защищать угнетенных и обездоленных давать яркие типы рисовать широкие картины общественности современности ее настроений и течений социальные контрасты думал я едко в пику кому-то проходя в свете и блеске витрины на московской я заходил в извозчью чайную сидел в ее говоре тесноте и парном тепле смотрел на мясистые алые лица на рыжие бороды на ржавый шелушащийся поднос на котором стояли передо мною два белых чайника с мокрыми веревочками привязанными к их крышечкам и ручкам наблюдения народного быта ошибаетесь только от этого подноса этой мокрой веревочки ах этот знаменитый русский трактир кто из поэтов не увлекался его красками помните Маяковского влюбляйтесь под небом харчевин фаянсовых чайников маки сидя в санках читал я у Бунина в то время как мимо окон пробегали маленькие домики Бельгии вместе с ними ныряя и спускаясь из ухаба ухаб поднимаю голову ночь оказывается лунная за мутно идущими зимними тучами мелькает белеет светится бледное лицо как оно высоко как чуждо всему тучи идут открывают его опять заволакивают ему все равно нет никакого дела до них я до боли держу голову закинутой назад не свожу с него глаз и все стараюсь понять когда оно сияет вдруг все выкатывается из туч какое оно белая маска смертвица все изнутри светящиеся но какое стеариновое да да стеариновое так и скажу где нибудь он и меня учил этому опишите воробья опишите и девочку но что же получилось я описал девочку она оказалась девушкой совпорт школы героиня революции а революцией меня учил Маяковский опишите магнитогорск время вперед и девушка из совпорт школы вернувшись из Монголии превратилась в бригадира бетонщиков и прошла по лесам кокс охима в кожаной старой куртки и выгревшей на степном солнце красной косынки иногда на некоторое время я снова превращался в Пчелкина который продолжал заниматься поэзией а стихи Пчелкина были так себе в духе раннего еще очень сырого молизма весну печатью ледяной скрипили поздние морозы но пахнет воздух молодой лимонным запахом мимозы и я по зимнему бегу дыша на руки без перчаток туда где блещут на снегу весны стеклянный отпечаток был май стояли ночи летные и в белом небе без движения висели мертвые животные аэростатов заграждений уже давно ни день ни два моя душа полужива но сердце ходит дни кружатся томя страданием двойным что невозможно быть живым и трудно мертвым притворяться когда я буду умирать а жизни сожалеть не буду а просто лягу на кровать и всем прощу и все забуду величью цезаря не верь есть только бронзовая дверь во тьму открытая немного и два гвардейца у порога то очень медленно то быстро невладимая звезда всегда внезапная как выстрел блеснувший гасло без следа у них у обоих учился я видеть мир у Бунина и у Маяковского но мир то был разный Бунин думал по-видиму был глубоко убежден что он совершенно независимый чистый художник изобразитель ничего общего не имеющий ни с социальными контрастами ни с борьбой с произволом и насилием с защитой угнетенных и обездоленных и уж конечно ничего общего не имеющий с революцией точнее сказать никак не принимающий ее даже прямо враждебной ей это была лишь детская иллюзия порыв к воображаемой художественной независимости если бы Льву Толстому который начисто отрицал всяческую революцию был глубоко ей чужд считал ее делом абсолютно неморальным в один прекрасный день сказали что он зеркало русской революции то он бы наверное был возмущен до глубины души совершенно искренне считая что это вздор и однако же это истина Бунин хотел быть совершенно свободным от каких бы то ни было обязательств по отношению к обществу в котором он жил по отношению к родине ему думало что попав в эмиграцию он добился своего за границей он казался сам себе совершенно свободным писать все что ему вздумается не подчиняясь ни государственной цензуре ни суду общества до Бунина и не было никакого дела ни французскому государству ни парижскому обществу ни католической церкви он писал все что хотел не сдерживаемый никакими моральными обязательствами даже иногда простыми приличиями как изобразитель он рос и к концу своей жизни достиг высшей степени пластического совершенства но отсутствие морального давления извне привело к тому что Бунин художник перестал выбирать точки приложения своих способностей своих душевных сил он не смог справиться с тысячеглавой гидрой эмпиризма о которой говорил Гёте и она поглотила его вернее он был разорван на куски как глубоководная рыба привыкшая к постоянному давлению десятков сотен может быть тысяч атмосфер и вдруг оказавшиеся на поверхности почти не испытывая больше никакого давления для него художественное творчество перестало быть борьбой и превратилось в простую привычку изображать в гимнастику воображения я вспомнил его слова некогда сказанные мне что всё можно изобразить словами но всё же есть предел который не может преодолеть даже самый великий поэт всегда остаётся нечто невыразимое словами и с этим надо примириться может быть это и верно но дело в том что Бунин слишком рано поставил себе этот предел ограничитель в своё время мне тоже казалось что он дошёл до полного и окончательного совершенства в изображении самых сокровенных тонкостей окружающего нас мира природы он конечно в отношении превзошёл и Полонского и Фетону всё же сам того не подозревая уже кое в чём уступал Иннокентию Анинскому затем Пастернаку и Мандельштаму последнего периода которые ещё на какое-то деление передвинули шкалу изобразительного мастерства но всё равно ему всегда было далеко до Пушкина который сказал в барышне крестьянки маленькие пёстрые лапти все эти мысли пронеслись в моей голове в то время как мы позвонив стояли перед дверью Бунина и вслед за тем она щёлкнула отворилась я на фоне совсем не парижской а какой-то весьма старорежимной московской запущенной прихожей увидел перед собою Вероню Николаевну высокую нескладную дурно одетую глубокую старуху опустившуюся добрую бессильную бароню в больших стопнанных туфлях сохранившую в своих повадках нечто свойственное московской курсистки старых времён из либеральной семьи её некогда светло-льниные лёгкие волосы давно уж повредели побелели как снег но всё ещё были убраны жидким узлом на затылке а заострившийся хрящеватый нос с лазурными прожилками возле некогда прекрасных голубых глаз её чистый лоб по-прежнему чем-то напоминали греческую богиню я думаю ей уже шёл девятый десяток радостно и грустно сквозь слёзы она рассматривала нас и я чувствовал даже как бы нечто родственное в её измученном прозрачно-белом бескровном добром лице вот мы и свидетелись наконец с вами Валя сказала она покачивая немного трясущейся головой а вашу жену мы себе спокойным Иваном Алексеевичем именно такое представляли детей же ваших никак не могли себе вообразить Ивану Алексеевичу отказалась как-то совсем невероятно дети Вали и Катаева знают так что есть мальчик и девочка а недавно появилась ещё и внучка сказал я не без хвостовства боже мой боже мой воскликнула Вера Николаевна сплетая и расплетая свои старческие пальцы ведь мы Валя виделись с вами последний раз сорок лет назад сорок лет мы даже не успели проститься я лежал в сыпнике мы это знали Иван Алексеевич даже порывался поехать к вам в госпиталь но ведь вы знаете Иван Алексеевич его боязнь заразиться он был уверен что вы не выживете а я верила и молилась за вас и верила а потом ещё сколько раз и то что я снова вижу вас с того самого живого но не будем лучше об этом говорить все это невероятно невероятно а вы помните вдруг с оживлением сказала она по молодевшим голосом светской дамы Наташу Н какая была прелестная девушка неправда и вот так подходили друг к другу мы с покойным Иоанном из-под тишка любовались вами и потом часто часто вспоминали у меня хорошая память но как ни странно именно эту прелестную шестнадцатилетнюю девушку я почему-то очень быстро забыл никогда больше о ней не думал и только сейчас после слов Веры Николаевны вдруг на меня нахлынули воспоминания о каких-то лунных поразительно ярких ночах над серебристым морем жарком полночном ветре торопливо бегущим по серебряным кустам степной полыни с ее странным неприятно бальзамическим ароматом а веточки слишком ярко-белого при лунном свете жасмина с желтой серединкой каждого светящегося цветка которая украшала аристократически маленькую черноволосую головку Наташи своим большим ртом и оживленно страстными глазами напоминавшую Наташу Ростову может быть за это сходство и запомнил Бунин ее а в паре с ней меня нет слов она была хороша но я не запомнил ее она всю жизнь врезалась в мою память та маленькая босая девочка которую Бунин нескими годами раньше на даче Ковалевского велел мне описать так вот вы какая обратилась Вера Николаевна к моей жене и поцеловала ее в мокрую от слез щеку Иван Алексеевич любил Валю всегда о нем помнил все о нем знал читал все что он написал и гордился его успехами ведь Иван Алексеевич был литературным крестным отцом вашего мужа прибавила она строго взглянув на жену а я смотрел на нее с тем же тревожным вниманием с каким некогда молодой Бунин смотрел на луну желая возможно точнее определить какая она стеариновая мне кажется я нашел определение того белого цвета который доминировал во всем облике Веры Николаевны цвет белой мыши с розоватыми глазами она повела нас в столовую и опять меня поразила запущенность чернота ненатертого паркета какой-то ужасно дореволюционный русский буфет с прожженной в нескольких местах доской обеденный стол покрытый тоже какой-то дореволюционной русской клеенкой рыжий с кружками от стаканов в разводах с обветшалыми краями и на проволочной подставке обожженный газом чайник разнокалиберные русские кузнецовские французские лиможские чашки и среди них тарелка с меренгами украшение стола вашей любимой сказала она заметив удовольствие с которым я посмотрел на меренги откуда вы знаете что я люблю меренги помню грустно ответила она однажды вы сказали что когда разбогатеете то будете каждый день покупать у фанконе меренги со взбитыми сливками неужели это говорил конечно еще иоанн ужасно этим смеялся как мало ему нужно для счастья разве вы не помните как однажды у Наташи Н за чай вы съели все меренги так что ее великосветская мама едва не отказала вам от дома вы и это помните я все помню грустно сказала она покачивая трясущейся головой тут же я представил себе как она под зонтиком в старом импермеабле шла под дождем на сияющую ртутно белыми лампами витрин площадь мед в кондитерскую и как мадемуазель в кружевом фарточке отставив розовый пальчик с отделанным перламутровым ноготком осторожно брала широкими серебряными щипцами хрупкие меренги со взбитыми сливками и укладывала их рядом как детей в картонную коробку вот Иван Алексеевич тот которого вы знали сказала она проводя нас в маленькую комнатку где на стене на темных ветхих обоях был устроен как бы небольшой иконостас фотографии Бунина разных лет и среди них тот Бунин которого я знал наиболее известная для революционной его фотографии Иван Бунин академик в зените славы на всю жизнь запомнившиеся мне черты надменного лица с треугольной щегольской бородкой и дальнозоркими как бы заплаканными глазами была здесь фотографии другого Бунина того которого я не знал молодого в черной бурке на плечах и дворянской фуражке а также Бунина последних лет из усов и бороды с наголо выбритым мускулистым старческим лицом но все с тем же острым взглядом вроде чеболево сокомерным непреклонным как бы говорящим к прошлому возврата нет но все с теми же узкими козьими щеками так что без труда узнавался прежний Бунин вообразите себя говорила Вера Николаевна следя за выражением моего лица с каким я разглядывал фотографии Бунина в один прекрасный день является из парикмахерской без усов и без бороды я так и ахнула первое время никак не могла примириться что-то актерское иностранное голое а потом привыкла но объясните мне ради бога зачем ему это понадобилось я уже много раз до этого видел фотографии бритого Бунина и привык к его новому лицу для меня старый и новый Бунин как бы слились в нечто единое мало чем отличающиеся от моего привычного представления о нем это был все тот же человек художник поэт учитель великий изобразитель природы тот самый который будучи совсем молодым человеком написал вот капля как шляпка гвоздя упала и сотнями игл за тонны прудов бороздя сверкающий ливень запрыгал строки удивительные тем что там множество раз на всякие лады повторялись как свои разными посредствами прозаиками и поэтами наивно уверенными что именно они открыли сходство упавшей каплей со шляпкой гвоздя не подозревая что магическое силы этого образа заключается не в зрительном сходстве с гвоздем а в звуках пля и шля вызывающих в представлении читателя непроизнесенный поэтом но как бы таинственно присутствующий с пределами словесной ткани звук этой самой капли похожей на шляпку и гвоздя звук шлепанья в воде пруда хотя должен заметить что старик Некрасов задолго до Ивана Алексеевич написал светлые словно из стали тысячи мелких гвоздей шляпками вниз поскакал однажды желая как бы навсегда покончить с прошлым Бунин решительно сбрил усы и бородку бесстрашно обнажив старческий подбородок энергичный рот уже в таком обновленном виде во фраке с крахмальным пластроном на широкой груди получил из рук шведского короля диплом нобелевского лауреата золотую медаль и небольшой портфель желтой тисненой кожи специально расписанной красками в стиле рюс которого Бунин стать не переваривал показала нам Вера Николаевна также пожелтевшую французскую газету где во всю страницу весь рост все в том же фраке с выставленным вперед голым католическим подбородком был изображен лауреат при Нобел Шан Бунин и во всем этом было что-то бесконечно горькое я бы даже сказал жестоко бессмысленное вот здесь на этом сомье Иван не расставался возился бы повсюду тут же на стене висело еще несколько иконок в золоченых окладах крестильных крестиков и даже кажется граненых пасхальных яичек лишь подчеркивало нищенский вид ложа на котором умер Иван Бунин как это было спросил я Иван Алексеевич обладал железным здоровьем он почти никогда не болел врачи говорили что у него грудь молотобойца у него за всю его жизнь была одна единственная болезнь вы знаете ту единственную болезнь Бунина сказала Вера Николаевна с полуулыбкой обратившись ко мне как к своему человеку перед которым нечего стесняться геморрой от геморроя не умирают грустно улыбнулась она Иван Алексеевич умер просто от старости ну уж было 83 года в последнее время он очень ослабел его нужно было на руках носить в ванну чтобы выкупать не желая его оставлять одного ночью я спала вместе с ним на этом сомье ложась у него в ногах тихонько калачиком лишь бы не потревожить 7 ноября в тот самый день когда вы праздновали годовщину своей революции вечером он заснул и спал все время довольно спокойно но вдруг в третьем часу вскочил как от удара электрического тока и толкнув меня сел на постели с выражением такого непередаваемого ужаса на лице что я похолодела и поняла это конец при свете мутных ночных огней паси мне даже показалось что остатки его серо-белых волос поднялись над худой пляшивой головой он что-то хотел сказать может быть даже хотел крикнуть дернулся всем своим старческим костлявым телом и вдруг рот его странно разинулся нижняя челюсть отвалилась вот так вера николаевна с привычным автоматизмом изобразила предсмертную конвульсию бунина и рот странно разинулся нижняя челюсть отвалилась я вдруг как бы воочию увидел перед собой лицо бунина в последний миг его жизни обезумевшие белые глаза и Анна Грозного череп покрытый холодным потом черный провал разинуто во рта с отвалившейся челюстью и он свалился на кровать мертвый я подвязала ему челюсть с салфеткой привела в порядок его еще теплое тело сложила на груди его высохшие руки закрыла глаза надавив навеки большими пальцами и до утра никому не стала звонить остаток ночи нашей последней ночи провела я по-прежнему лежа у его холодеющих ног на рваной простыне под совсем прохудившимся одеялом вспоминала нашу с ним мучительно трудную жизнь вдвоем нашу былую любовь наше скитание и плакала 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 одна с ним наедине с тех пор пока не выпукала всех слез с тех пор я уж больше не в состоянии плакать у меня вечно сухие глаза нет слез нет больше слез через некоторое время вскоре я узнал что Вера Николаевна умерла я представил себе пасти площадь Мюетт маленькую улицу Жак Коффенбах и на некоторое время опустевшую квартиру давно не ремонтированную запущенную с застарелыми запахами несвежего постельного белья с немытыми окнами за которыми по вечерам виднелись огни Парижа с ванной комнаты где на веревочке сушилось штопанное белье и на дне облупившись в ванной желтела не спущенная вода а в уборной черные толстые трубы отстойника и чугунный бачок сочились ржавыми каплями холодной воды и деревянные сиденья стояла в сыром углу как хомут и плитки и полы были слегка заслякочены в открытые двери кухни виднелась покрытая пожелтевшими листами фигаро газовая плита с невымытыми кастрюлями а в углу перевязанная шпагатом стояла стопка авторских экземпляров темных аллей но была прелестная французская весна слегка дождливая с голубыми просветами в мутном движущемся небе солнечным туманом над грифельными черепичными крышами старинных городков над готическими и романскими соборами над лугами рощами и цветущими каштанами розовыми и белыми вокруг замков романских ферм и мы нянь и нянь и у пацанов конечно уж на пенсии но на общественных началах читаю у нас в домоуправлении лекции по истории партии последнее время сильно болею сломала ногу лежу дома а то бы тебя разыскала недавно меня положили в клинику резали зашили сказали что все в порядке ничего нет скоро поправлюсь а по-моему врут тоже гуманисты нашлись чувствую что скоро отдам концы может быть больше никогда не увидимся одному тебе признаюсь перед смертью я любила его и не забывала ни на минуту всю свою жизнь ты знаешь кого но моя совесть перед нашей революцией перед собой чиста не я его предала а он предал родину и мы его казнили это только справедливо я не жалею он заслужил смерть но я его все-таки любила хочешь знать правду и сейчас люблю пишу это перед смертью сердце меня давно вырвано прощай старый товарищ царапаю тебя потому что больше никого не осталось из друзей того времени вряд ли переживу эту зиму все хуже мне и хуже и они меня утешают встреч встану на ноги но я чувствую правду я ее не боюсь привет тебе и братство как мы говорили друг другу в то незабвенное время а все-таки наша революция победила я знаю ты меня тоже любил но только на одну минуточку на один миг и зато тебе спасибо ты б меня не узнал такая страшная жму руку твоя заремба Клавдия вскоре я узнал что она умерла и представил себе нет не представила вообразил вид Урала с высоты нескольких километров двух или трех уральские горы сплошь покрывали темные зимние тучи непроницаемые для глаз и лишь в одном месте из-под них подобно ключу среди волнистой пустыни выбивались какие-то дымы которые я сначала принял тоже за тучи но потом по их оттенкам понял что это дымы невидимого внизу магнитогорска и самолет полупрокинувшись над ними описывал круг и снижал чтобы идти на посадку вокруг стемнело потом я ехал с аэродрома к центру в машине которая как бы с усилием пробивала сквозь плотные облака сорокоградусного мороза среди гипсовых уральских снегов леденцово освещенных медно-розовым кружочком крещенского солнца лишенного лучей впереди до половины небосвода возвышалась как бы некая гора состоящая из разноцветных угольно-черных ярко-белых рыжо-коричневых лимонных аметистовых дымов медленно вырезающих как бараны из двухсот труб металлургического комбината который длинно лежал в сумраке у подножия этой дымовой горы скоплением покрытых инием доменных печей мартенов висящих в воздухе газопроводов и извивающихся как огромные удавы эстакад восковольтных передач машина как бы въезжала в темную пещеру дыма но по мере продвижения вперед дымные стены раздавались на стороны солнечные лучи проникали сквозь топазовые глыбы пара и дыма нарядный январский день горел вокруг и на фоне густой ляпи с лазурей неба над низкими узорчатыми оградами отлитыми из магнитогорского чугуна отчетливо выступали сады и аллеи обросшие толстым слоем инием каждое дерево и каждый куст карагач сирень тополь липа которые я видел еще саженцами представляли чудо зимней красоты иные из них напоминали волшебные изделия русских кружевниц иные стояли возле палевых и розовых многоэтажных жилых корпусов как некие белокаменные скульптуры иные были разительно схожи с хрупкими кустами известковых кораллов синеватого подводного царства иные с ветвистыми оленями рогами пантами осыпанными мельчайшими полевидными осколками уральских самоцветов и город Магнитогорск потонувший в облаках солнечного тумана был сказочно хорош в своем царстве на русском горностаевом убранстве город осуществленной мечты провожавший в последний путь под звуки медного духового оркестра грузовик с красным очень ярким почти светящим как кусок раскаленного железа гробом в котором вытянув руки с сожжатыми смуглоизвестковыми пальцами лежала навсегда закрыв глаза Клавдия Заремба девушка из совпорт школы а ночью волшебно сияли ярчайшим зельно-голубым светом сплошные клетчатые окна кислородного завода яблока пара клубились над теплым магнитогорским морем куда как таинственный город Китиш ушла навсегда старинная казачья церковь бывшей крепости магнитной упомянутой Пушкиным в истории Пугачевым Пепельница Салюты Братства Ангел Смерти Заморский Страус Книга Сновидений Девушка из совпорт школы Клавдия Заремба Пчелкин Два поэта Посмотрев вокруг я с удивлением увидел светущие каштаны и кладбищенскую стену с открытыми воротами господа может быть вы пожелаете посетить русское мигрантское кладбище здесь есть любопытная церковка в древнем новгородском стиле построенная по эскизам покойного русского художника Александра Бенуа и если хотите можете здесь же увидеть могилу принобель Бунина которого вы кажется знали Гастон остановить мы выйдем на несколько минут носатый старик со следами военной выправки в пенсне с белой пуговичкой слухового аппарата в ухе по-видимому из бывших русских продавал у кладбищенских ворот очень крупные французские ландыши я выбрал я сам но я не я я я с собственными глазами читал в газете список я тоже с собственными глазами читал этот список однако ничего подобного по дороге из тюрьмы в гараж я выскочил из грузовика и драпанул через стенку второго христианского кладбища они выстрелили по мне пару раз из винтовок и наганов но промазали вместо меня во избежание неприятностей ангел смерти вывел в расход для ровного счета какого-то налетчика и подсунул в список вместо меня сначала я столбенел а потом пришел в себя а почему бы собственно говоря и нет ведь бывали же подобные случаи в то время и что ж ты здесь делаешь спросил я чтобы что-нибудь спросить сам видишь кто я ни то ни сё политикой не занимайся что ты меня не бойся я лояльный иногда читаю ваши газеты слушаю радио и завидую вам дурак я был честно говорю как перед богом горько мне понимаешь внуки у меня французы сказал он и как мне показалось что он собирается заплакать жизнь как в печке сгорела Клавдию Зарембу помнишь спросил я она совсем недавно умерла в Магнитогорске как говоришь Заремба Клавдия на его лице выразилось тупое напряжение как у глухонем его а кто она тогда была комсомолка ах та черненькая комсомолочка да да что такое смутно припоминаю но ведь прошло столько лет прибавил он как бы извиняясь разве и все запомнишь и он стал перекладывать в своей корзине букетики о чем нам еще было говорить могила Бунина оказалась совсем не такой как представлял сам Бунин в середине своей жизни еще живя в России могильная плита железная доска густой траве врастающей в землю под эту же плиту приду я лечь и тихо лягу с краю и не такой как я видел с мужа в изгнании пыла играй стоцветной силою неугасимая звезда над дальнюю моей могилою забытой богом навсегда смотрите кладбище небрежно одетый русский господин с несколь иронической улыбкой на потертом но еще вполне приличном лице чем-то неуловим похоже на моего Петьку Соловьева повел нас по прямой аллейке мимо православных крестов высоких надгробий и остановился возле серого гранитного креста не совсем обычной формы напоминающего скорее какой-то каменный орден может быть даже георгиевский крест но только приземистый темный тяжелый вот 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 ваш бунин любуйтесь сказал смотрите а что касается креста то знатоки уверяют что это копия какого-то не то древнерусского псковского не то византийского памятника старины найденного когда-то как-то при каких-то раскопках не сумею вам точно сказать при каких-то как я в области археологии полный профан что же касается места могилы то как видите не слишком на задворках и вокруг вполне приличное общество сказал он указывая гостеприимным жестом на соседние могилы где можно было прочесть несколько некого очень известных русских фамилий они уже давно у нас забытых их тащат к нам со всего мира из Англии и Швейцарии дороги везут из Америки на пароходах ничего не поделаешь наиболее респектабельное православное эмигрантское кладбище скоро не останется ни одного свободного участка уже начинаем в одной могиле хранить по два человека разумеется одной фамилии например в могилу Ивана Алексеевича Бунина у него в ногах пришлось недавно закопать веру Николаевну так что теперь наконец они навсегда соединились лежа под одним крестом он хозяйственно подгреб ногою к сторонке несколько черепков битых вазонов какие-то засохшие цветы еще не успевшие полинять траурные ленты проволочный остров небольшого по-французски круглого венка остатки ее похорон заметил смотритель брезгливо до сих пор не удосужились убрать этот мусор придется сделать серьезный гоняй сторожу сказал он посмотрев тревожен на небо где над голубыми елочками над купами цветущих каштанов из которых выглядывали синий купол и белые стены прелестной древнерусской церковки как-то незаметно затупировались темноватые тучи сильно разбавленные свинцевыми белилами и вдруг вверх как бы по порховому шнуру побежал летучий огонек над самой головой блеснуло сухо затрещало как подожденная шутиха и мелкие раскаты сухого апрельского грома посыпались вниз напоминая грохот небольшого горного обвала московское время десять часов в эфире эстрадные мелодии неужели всему конец голубой ливень повис над вьющими сокладбищенскими розами над желто-красными пальчиками бегноний над каменным крестом золотыми именами Бунина и Веры Николаевны смирно лежащие у него в ногах милой доброй старой русской женщины московской курсистки на могилу которую я и положил букетик ландышей но при этом не мог не вспомнить стихи Иван Алексеевич в голых рощах веял холод ты светил смеж сухих мертвых листьев я был молод я слагал свой первый стих и навек сроднился с чистой молодой моей душой влажно-свежий водянистый кисловатый запах твой а где любимая пепельница Ивана Алексеевича спросил я во время последнего свидания с Верой Николаевной помните та самая которая всегда стояла на лаковом круглом столе на княжеской в доме Буговецкого сохранилась ли она вы ее запомнили спросила Вера Николаевна и робкая черта оживления тронуло ее бескромное белое старческое лицо на всю жизнь ответил я тогда она постояв некоторое время на одном месте глядя прямо мне в глаза с глубокой нежной грустью пошла в другую комнату и скоро вернулась держа в крупных ревматических руках так мучительно знакомую и дорогую для меня пепельницу это спросила Вера Николаевна я ничего не ответил не в силах оторвать глаз от этой тонкой латунной чашки пиалы с восточным орнаментом которая теперь показалась мне гораздо меньше чем была когда-то как будто уменьшилась от старости теперь она не была начищена суконкой и не блестела как жар и внутри сплошь почернела как та лампада которую я однажды нашел Бунин крах Сицилии Бегнония от революции четырежды благословенная ты сердце полное огня и аромата не забывай о ней до черноты сгори или лучше всего так играй же на разрыв фаорты с кошачьей головой во рту три черта было ты четвертый последний чудный черт в цвету 1964 1967 годы переделкина конец книги читал Вячеслав Герасимов forte снег эт он важен bey died when он и Anders Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...